На ваших экранах вторая часть видеоинтервью гвардии старшего сержанта Симонова, повествующая о превратностях военной службы десантника из 345-го отдельного парашютно-десантного полка в Афганистане. Впереди удивительные истории из жизни воздушно-десантной артели. Неброска, начинающаяся с постоянного окапывания орудия и никогда не заживающих ладоней. Продолжающаяся получением гаубичных снарядов, стоящих на боевом взводе. И завершающаяся проклятой душманской миной, удачно попавшей точнехонько в военный билет десантника Симонова. Попутно Михаил Юрьевич поделится своими наблюдениями в области практики применения неконвенционных боеприпасов и охоты на вредителей. Расскажет о поддесантном у лихом автомобильном заезде с Саланга до Черекара на грузовом Урале, набитом боеприпасами, имеющем на прицепе гаубицу, но не имеющем тормозов. И о некоторых преимуществах ведения переговоров с дедушками, обеспеченных взведенным запором автомата Калашникова. Уверен, после просмотра многие согласятся с солдатской мудростью. Попал в ВДВ, гордись. Не попал, радуйся. Можем поговорить, считая, что нужно сделать о боевой работе, чем конкретно артиллерий занимается на таком посту, за что он отвечает и что в его виде не находится. Ну, как обычно это, наверное, у всех происходит, это куча работы, которая является подготовительным, так или иначе, подготовительной частью. Орудие должно готово к бою. То есть, соответственно, оно у тебя должно быть обслужено, оно должно быть вычищено после каждой стрельбы. Потому что, ну, нагар, понятно, мы все, наверное, уж представляют, что обычный автомат или там ружье охотничье, там несколько выстрелов и уже покрывается там нагаром, копотью и так далее. Уж про орудие вообще мы молчим. Все увеличено в, соответственно, калибру. Плюс это сложное техническое устройство само по себе, потому что и накатник, и откат, все должно работать, и там гидравлика вся должна быть. То есть, это все нужно поддерживать в определенном работоспособном состоянии. А плюс прицельные приборы тоже должны соответствовать, нацелены в одну сторону, грубо говоря, со стволом, сопряжено и должно составлять единое тело с орудием. Плюс остальные механизмы, которые, казалось бы, не очень, там, те же самые колеса, она гаубится, чем Д-30, она хороша. Ее можно возить за ствол, она раскидывает сошки в три стороны, ее можно за ствол, стопор снимается, в любую сторону разворачивать просто рукой один человек. Потом стопор ставится, и там, условно говоря, команда танки слева для нас вообще не является танкой сбоку, сзади, спереди. Через 2-3 секунды мы уже стреляем в том направлении, которое необходимо. И чтобы это можно было осуществить, то колеса, соответственно, в боевом положении, они поднимаются наверх. Поэтому все фотографии к бою приведены на орудие, то там колеса подняты. Это раз. Два, это, собственно, вопрос об орудии. И вторая часть – это боеприпасы, которыми мы работаем. Еще раз скажу, что стреляли в основном осколочно-фугасными снарядами, которые переводятся из одного положения в другое. Под наличием и отсутствием колпачка на острие, собственно, на кончике снаряда. Если колпачок навернут в базовом состоянии, это значит фугасное действие. Если мы колпачок сворачиваем, то там такая, как открывается, как в фольге такая пленочка, это, соответственно, на осколочное. Теперь любое касание, он мгновенно будет взрываться. А фугасное, соответственно, через какую-то там долю секунды взрывается. И позволяет проникнуть больше в какое-то укрепление. Сами снаряды, они приходят в деревянных ящиках по два снаряда в одном ящике. И это как раздельно укупорено. Снаряд – заряд. Снаряд – заряд. И в том же самом деле, если снаряд его просто, условно говоря, от смазки необходимо протереть перед началом работы, мы же приблизительно понимаем, что на орудии столько-то или столько-то опытным путем необходимое количество снарядов уже находится. Перед, собственно, открытием стрельбы, он уже выкладывается. Ну, не знаю, мне вот в литературе встречается выложить на грунт, но это не совсем, с моей точки зрения, правильное какое-то выражение. На грунт, ну как, мы его только что протерли от всего, и выложишь на грунт, оно тут же, и все, ерунда какая-то прилипнет, и в стволе это у тебя будет. Естественно, это вот у нас выкладывалось на снаряды, на снарядные ящики пустые, что-то вот такого, как бы, собственно, грунта там достать нужно. Но в зарядном, собственно, заряд, там укупорка, ее нужно вынимать, она замасленная, чтобы для того, чтобы порох не отсырел и был в нормальном состоянии. И, собственно, уже перед стрельбой по номеру заряда лишние пороховые заряды вынимаются и вместо складирования бросаются. И плюс мы должны еще подготовить место хранения. Место хранения, место, где мы можем вскрыться от противодействующего огня. Место хранения, это у нас было два склада, они были очень огромные, выкопаны. Ну, до нас ребята постарались, как бы не мы его копали, но перекрыто все было, и таскали вот эти ящики всей души глубоко врыто, перекрытие, там все эти снаряды открывались, перечитывались, обслуживались. То есть, и вот приезжает, снаряд подходит к концу, приезжает Урал, колонна пришла, и раз, половину там разгружаем, вдруг раз мне говорили, Миш, подхожу, опа, а там ящик у него сквозь пробито, сквозь деревянную стенку торчат два взрывателя на меня, прямо так. А как работает снаряд? При выстреле происходит взвод снаряда, и, соответственно, дальше он летит, ему достаточно уже коснуться, и будет взрыв. Но так снаряды не взведенные, его, условно говоря, можно с ним какие-то манипуляции производить, не боясь, что он у тебя жахнет на все стоят 122 миллиметра. Насколько я помню, сейчас могу подошибаться, но смысл такой, что взвод происходит, если снаряд уронить, там, или там полтора, метр-полтора, по-моему, тогда он становится на боевой взвод. То есть, такое вот усилие должно для того, чтобы взрыватель становился на боевой взвод. И вдруг я смотрю, вот эти два на меня в ящике, и говорю, опа, по моим, как бы, по тем знаниям, которые у меня были, они уже встали на боевой взвод. И я сказал, ты знаешь, парень, нам вот эта красота не нужна, ты ее, пожалуйста, вот бери и вези обратно, я у тебя ее не принимаю. Как он там не уговаривал? Я говорю, не-не-не, ты что хочешь с ними делать? Хочешь на дороге там вывали? Это, пожалуйста, не к нам. Но вот это, что мы-то с ним сделаем? Не выкрутить. Как он там, что у него, мы про то не знаем. В общем, мы отбоярились от этого ящика, так он и уехал в обратную сторону. Ну, плюс еще при работе бывают, как я сказал, какие-то дымные осветительные снаряды там, то взводятся специальным прибором на необходимое время срабатывания взрыватель. Ну, соответственно, это вот эта работа. И это все, кстати говоря, занимает, ну, как вот я тоже у кого-то читал, что 90% времени занимает совершенно не относящиеся к именно боестолкновениям. Даже у кого-то из современных там товарищей, что вот да, ты готовишься, 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 потом бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, постреляли. Оказывается, прошло там 5-10 минут, оба, и это именно как бы не про артиллеристов, а десантников, а это было про кого-то из пехот, ну, и там, может десантник пихать их пехоту там или еще что-то такое. То есть, идем, 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 потом начинает стрельба, все. Вот в Анаве было так, а потом, когда вышли в Багра, мы уже с полком ходили по боевым операциям, вот там еще добавилось к этому это постоянное окапывание. То есть, на любую точку, к которой мы приходим, если это не отстойник, где колонна собирается, мы здесь стоим хотя бы там на несколько часов, то артиллерия берет в руки кайло, лом, лопата и начинает окапываться. Опять же, вот в том же, вспоминает про тех пацанов, которые вот недавно как благодарность свою там передали, они говорят, а мы как не проедем мимо артиллерии. Вот у нас все время осталось впечатление, что они все время копают. А дело в том, что мы там пару раз были только в одном месте, где какой-то непонятный грунт был, что он прям как желе, песок такой скапывался, там была проблема окопаться, потому что больше приходилось вынимать грунта, но он как бы легкий был. А все остальное это было что-то невозможное. Берешь там кайлом или там лом, до сих пор фигурально берешь лом выше своей головы, изо всех сил, со своего немаленького роста, я вбиваю его со всей дури в землю, он буквально погружается на скос лома, на вот это, и вылетает выше моей головы. Просто это вот такая вот земля. И мы три дня приходим на место, на боевую позицию, на огневые, и мы пытаемся копаться. То есть огромный круг под орудие, грубо на глубину по колено. Отвал делается, соответственно, бруствер, копается щель для личного состава и склад под боеприпасы. И вот этот любой выход на боевые, он все это закончился тем, что в течение трех дней у тебя не руки, а постоянно кровавые, кровоточащие мозоли. Там даже кожи прямой нет, ее вся она сорвана. То есть это вот, там руки начинают заживать через неделю, через полторы. А так это была смена позиций. Поэтому очень было нелюбимое занятие смена позиций. Потому что вот, когда потом на Соланг шли, вот на выводе, то раз мы встали, все там еще думают, что делать дальше, а нам уже орудие к бою, окапываемся и понеслась. Вот это вот тяжелое чисто физически, но при этом, как бы, да, мы понимаем, для чего это делалось, что, в конце концов, эти же наши жизни и этот щель, она и спасет. И, закунаясь в мир сегодняшний, я, например, вот, когда смотрю сегодняшние конфликты, стоят орудия и стреляют, вообще обалдеть. То есть для меня вот это непонимание полное, как можно начинать боевые, не окопавшись, там, ладно, орудия не окопали, может быть, сейчас настолько все у нас сверхманевренное, что ты получишь ответку после десяти снарядов. Ну, для личного состава все равно, хотя бы какое-то укрытие, с моей точки зрения, нужно, иначе это вот, то есть вот нас, в нас это было вкопано, прям, боже мой, это тяжелая физическая работа, да, мы понимали ее необходимость. Тут же, опять же, человек, ну, солдат, существо загадочное и в основном как бы требует, все-таки офицер, конечно, нужен, его безнадзорно нельзя оставлять. Потому что те же самые бронежилеты, но и так чисто физическая тяжелая очень работа, стрельба, такое тяжести через свои руки пропускать, просто чисто физическая очень тяжелая, руки отваливаются. Фигурально, вернее, не фигурально, а натурально это вот тяжело. И плюс, а ты еще должен быть в бронежилете, естественно, как бы иногда пластины вынимали, иногда просто как бы бронежилет не одевались, потому что еще, когда у тебя жара, плюс 45, о чем тут можно говорить. Ну, здесь уже как бы смотрели по ситуации иногда, на это прикрывали глаза, условно говоря, когда по нам ответного огня не вели, а когда уж, тогда, конечно, там и в касках все, и в брониках по полной не балуйся. Если от техники немножко психологию завернуть, вы каким-то образом почувствовали, что вы с человеком мирной жизни превращаетесь в солдата? Какой-то порог есть вот такой? Не было такого, чтобы вот именно там солдаты или нет, у меня было по-другому немножко. Вот зимой, когда в нове сидели, долго не было ни колонн, ничего, то у нас каким-то образом застряла картина, по-моему, то ли «Мерседес уходит от погони», кинокартина. И, в общем, я помню, что мы, нас третий раз, ну, как галочку же надо ставить, что с личным составом ведется работа. Ну, и что, что все уже видели два раза этот фильм, уже третий раз пошли. То есть, получается, с нашего дня, с верхней группировки один расчет идет смотреть, другой дежурит наверху. Дадут команду на открытие огня, вот мы, несмотря на то, что находимся там в километре, ну, мы спускаемся в нижнюю группировку, но это там типа мини-клуб, там, наверное, размер даже меньше, чем эта комната. То есть, на стене висит белая простыня, здесь стоит стрекочущий аппарат, который, которым я, кстати говоря, таким же в техникуме, я был киномехаником, стрекочет и показывает нам вот этот вот фильм. Я когда третий раз сидел и его смотрел, у меня вот кончилась там одна бобина, пока он меняет тут вот тени на... И у меня вдруг такое ощущение в голове мелькнуло, что я вот здесь в армии родился, вырос, я вот умру здесь, то есть, состарюсь и умру. Мне никогда не было до армейской жизни. Вернее, то, что было, какие-то у меня же воспоминания есть, этого защитного, я так понимаю, срабатывает функция организма, что мне это все показали, как сейчас вот это кино на простыне, и этого в реальности. Вот реальность, она вот здесь, вот сейчас я сижу, сейчас мы пойдем на орудие, когда кино закончится, вот это третий раз просмотренное. А этого ничего не было, это было именно кино. И вот это было, вот это было, это было, наверное, так оно и проще, тогда ты не задаешь, наверное, вопросов, а почему вот там же все живут? И похожие ощущения, вернее, с теми же, с самого условно, немыми вопросами было, когда Новый год, 89-й был, и мы стояли на Саланге, нас буквально там за неделю до Нового года резко выбросили с места, с багра, мы уже в последний раз, мы уже туда уезжали. Ночь, работает приемник в палатке, и споем Софера Атарова, вот это вот лаванда, это горная лаванда, я вот так слушаю, думаю, как же так происходит? Мы здесь воюем, а там в Союзе вообще никого нет дела, и никто даже и не вспомнит, никто не, никого не нужны, условно говоря. У меня, похоже, уже с другой стороны было впечатление, когда штурм Грозного начался, уже давно, много лет прошло под Новый год, и я теперь оказался с другой стороны, и я когда смотрел на все это безобразие, что творилось, сильно пришлось в алкоголь, нырнул для того, чтобы не потечь. Ну, это получается такая, к сожалению, правда жизни, что пойдут воевать, условно говоря, назовем это вот, как там, гумилевским словом, пассионарии, а останутся, те, кто останутся, им все равно, что там будет с тобой, какие там вопросы, они решают вопросы, здесь, сейчас, возникающие перед ними. Вот, и жалко, что у нас вот эти вот пассионарные люди, к сожалению, уходят. Тут вот, получается, что вот была такая не теория, а высказание, что, мол, в Великой Отечественной войне погиб лучший. Я вот что-то склоняюсь, что, наверное, да, это похоже на то, как и здесь лучших подгребает война. Как во всех вещах бывает, как бы от трагедии до комедии, иногда бывает пара шагов из такого, ну, что вспоминается со смехом. Значит, ну, у нас на верхней группировке был, как я говорил, блиндаж, в котором мы жили, и мы там спали, и оружие было личное, ну, и там буквально на расстоянии вытянутой руки стояла, условно, пирамида к стенке переделанная, и твой автомат напротив тебя на твое место спалил. То есть ты бежал, и по дороге он у тебя в руках оказался. Никаких там, да, ни тросов, ничего, то есть, ну, как бы это нормально. Патроны не считали, как бы тоже гранат, ну, то есть, все это для боевого состояния, это нормально. Была у нас отдельная столовая для приема пищи, она тоже была вкопана там в блиндажном виде, она возвышалась над землей буквально там сантиметров на 20, у ней было сделано окошечко, чтобы свет попадал, там хранились некие там какие-то иногда, там, по-моему, вот заново, два раза, наверное, два раза прилетал в Айтург, соответственно, там деньги мы скидывались и покупали что-то там, каких-то печень, ну, что солдату нужно, сладкое, потому что этого просто в рационе там практически нету, и всякая там конфетка, там, леденец или печенюшка, вот тут тоже как бы интересно, с одной стороны, вроде как ты с таким оружием, а с другой стороны, вот здесь вот тебе сладкое нужно, как дитё тоже, ну, что было, то было. Так вот, и там на кухне хранилась кухня, да просто помещение, куда приносился термос, в термосе еда на кухне, в нижней группировке сделанная, и по котелкам раскладывалась, дальше как бы из него прием пищи осуществлялся, вот, но были там ящички, в котором купленные в этом военторге печенюшки хранились, и вдруг обнаруживается, что у нас есть конкурент, какие-то непонятные, ну, понятные мыши доползли по стене и начали грызть наши эти самые, наши печенюшки, решили объявить им охоту, и там я сам охотился, ещё несколько раз, ну, в общем, доохотились, слава богу, вывели их, вот, но делалось как, берёшься автомат, патрон вытаскивается из рожка, пуля вынимаешь, и половинку пороха высыпаешь, оставляешь другую половинку, хлебный мякиш жуёшь, в дульце его ставишь, и дальше садишься с ногами на стол, и ждёшь, всё, ты на охоте, вот, как бы, патрон, и как мышь, как бы, крадётся, ты в неё стреляешь, вот, при удачном попадании несчастно разрывают пополам, вот, но не надо жрать, как бы, нам самим есть нечего ещё тут на хлебнике, но и сам лично стрелял, вот, значит, такая вот охота была. Кроме гаубицы и автомата, из чего-то ещё стрелять приходилось? Орудия были очень сильно изношены, почему? Потому что я потом удивлялся, ещё спустя какое-то время, уже в Союзе, и да потом на гражданской службе, что вот, там, вот, там, стреляли, там, 10 раз, там, или ещё что-то такое. У нас совершенно не редкость, то есть, я не скажу, что каждый день, но абсолютная не редкость, когда за один подход к орудию мы выстреливали до сотни снарядов, то есть, это просто за один подход, это могло потом 2 часа условной тишины, и стреляем в другую сторону, ещё там 3, ну, то есть, вот, настрел был дикий, а это не идёт на пользу орудию, соответственно, там ещё было так, что, там, за год или за два до моего приезда в иного, там, разорвало орудие в нижней группировке, вот, и, там, поранило сильно лично, ну, расчёт, и, так, как-то старались за этим, как бы, следить, а, да, и плюс ещё износ ствола, он приводит к тому, что точность снижается, и, в общем, одно орудие, и одно из орудий его, вот, у нас наверху, ну, всё уже, она стрелялась, и когда колонна приходила, то его прицепили, и она уехала, но снижать боеготовность тоже нельзя, вот моё, конкретно моё орудие осталось, а второе его увезли, и что, что-то нужно делать, что-то нужно делать, придумали, мы же артиллеристы, привезли нам миномёт 120 миллиметров, ну, и тут начались чудеса, ну, во-первых, как бы, никто на это дело не учился, офицеры, конечно, офицеры, все офицеры наши заканчивали Коломенское артиллерийское училище на десантном факультете, естественно, они, как бы, обладали знаниями по широкой гамме вооружения, вот, и для них это тоже было нормально, но, а мы-то вообще привезли, смотрим, бог ты мой, какие чудеса, так вот, ставили, мы сумудрились выстрелить, всем было интересно из этого миномёта, ну, буквально несколько раз, причём, опять же, за счёт того, что он подлетал, земля не амортизирует, она как камень, при выстреле подлетает труба в одну сторону, плита в другую, прицел в третью, вот, собственно, про прицелы говорили, что у нас каждый прицел, мы потом ходим по огневой и ищем, куда он делся, потому что всё, вот, буквально, вот, после каждого выстрела всё разлетается в разные стороны, потому что нету вот этого, я так понимаю, амортизирующего эффекта, если бы эта стрельба была вот в нашей нормальной, как бы, родной земле, вот, а там это как на бетоне, бум, и собираем теперь, что у нас там было, вот, а вот где-то прицел лежит, вот, так и, по большому счёту, у нас и не пошло стрельба с миномётов, вот, из-за этого, что, ну, потом, скажу, уже вывод, слава богу, скоро объявили, и мы поехали. Из ещё интересных, как бы, самый, вот, Новый год 88-го года, самый красивый салют, который я в своей жизни видел, это был там, там вся она, весь паншер, все посты, и, ну, и мы, конечно, как артиллерия тоже, мы там осветительными снарядами стреляли вверх, то есть, максимально стволы вверх, и нижняя группировка, и так красиво, трассерами всё это было, все стреляли вверх, как бы, Новый год наступил, ну, какой, вот такой вот маленький праздник могли себе позволить, и за это не наказывали, условно говоря, там закрывали глаза. Что испытывает солдат, ожидаемо оказавшийся под вражеским огнём? Я вот честно скажу, что страха вот не было совсем, то есть, было понимание, что, да, и по нам стреляют, и по нам, как бы, приходилось вести противодействие, причём, опять же, вот у нас наше вот орудие наверху, оно дежурное, что называется, было, и, ну, то есть, нормальная практика была, когда и стреляют, и по группировке, и если засекли, откуда стреляют, то, соответственно, как бы, наше, как бы, наиболее, и не то, что более боеготовое, а, может быть, на более выгодной позиции, стоящее орудие, то нам приходилось открывать огонь. Вот, и это не, никто не спрашивает, стреляют по тебе в этот момент или не стреляют. Стреляют, ну, что, там, ребята гораздо хуже, на посту приходится, поэтому, уж извините, как бы, а их прикрыть вообще некому, кроме нас. Поэтому, вот, перед тобой стоит задача, что ты должен, там, ты же стреляешь не в белый свет, как копеечка, а ты стреляешь по целям, которые даются ребятами наверху. Вот, это абсолютное понимание того, что твоя стрельба очень нужна и спасает их. Было несколько раз, когда просто наверху вызывали огонь на себя. Вот это было страшно, вот это было, вот я это, меня прям внутри все выворачивало, потому что я очень, очень не хотелось, ну, что такое вызывает огонь на себя? Это в укрытие, как смогли, все спрятались, и я стреляю по их позициям. И могущество 122-мм снаряда, оно позволяет при неудачном, или там, кто как, с какой стороны будет смотреть, попадание в блиндаж, он его разобьет, без вопросов. Дай бог, что я, мое орудие промахнется и выстрелит по, ну, в 10 метров в сторону, а они прямо по блиндажу упадут. Вот это, да, пока не отзывались, вот этот рисунец был, прям, когда отзывались, что все нормально, как бы все живы, здоровы, а духу всех, как бы смело, вот тут отлегло, да, так, а про себя как-то не думалось, во-вторых, ну, как это, уже не раз где-то читал, что молодые, они, что это где-то там, они тебя убьют. От своих прилететь что-то серьезное могло? Ну, конкретно нам не прилетало, конкретно мы могли, и, ну, дружеский, friendly fire, дружеский огонь, это нормальное явление в любых боевых действиях, и на них боевых даже меня, мои орудия, вызывали, и пришлось, как бы вести дружеский огонь, причем понимая, что мы стреляем по своим, там была ситуация такая, это мы под Кабулом были, а тут тоже такая, какая-то запутанная история получилась. Дело в том, что вот, когда мы вышли, выходили с сыновы, то наши орудия просто сразу отобрали, потому что они были никакие уже, не с них стрелять уже, они бы там, условно говоря, настрел на орудия превышен был 2-3 раза, вот, но сказали, что скоро-скоро, сейчас буквально там, через какое-то время дадут новые стволы, новые орудия, и когда, эти новые стволы пришли, то меня-то учили хорошо, я как бы помню, что нужно, опять же, связывать прицелы с стволами, и все, а на срезе дульного тормоза нанесены риски, они сделаны как раз для того, чтобы делать эту привязку, и для привязки, которую учили меня, нужна Луна, наиболее удаленный объект, условно говоря, ну, Луна уж куда больше можно удалить, соответственно, в эти риски ставишь нитки на пластилин, ну, типа пластилин, получается, у тебя перекрестие, и, соответственно, нужно прицелиться одновременно этими нитками, и через прицел, и панораму в край Луны, для того, чтобы тогда у тебя будет наиболее сопряжение. Я, соответственно, на своем орудии это выполнил, а поменяли, по-моему, орудие всем, получилось так. Я уж не знаю, как ребята привязывали свои или не привязывали, но получилось, что при стрельбе, при ближайшей стрельбе, на следующий день, после вот этой моей привязки, дают команду, начинают стрелять, начинаем стрелять, три разрыва здесь, один разрыв здесь. То есть, достаточно значительно визуально наблюдается рассредоточение по этому самому. Но в результате, как бы, ну, понятно, мое крайнее орудие, определили, что это мое орудие стреляет немножко в сторону, но при всем при этом, как бы, мне не требуется корректировка, а остальным стволам им требуется корректировка. В результате начало работать мое орудие. одно, ну, я подозреваю, наверное, я все-таки правильно это сделал, но я это, не знаю, я сейчас уже не помню, то есть, мне вроде как команду привязать там не давали, это я просто помню, что надо это делать. и получается, что выходят, ну, друг друга обнаруживают две разведгруппы, наши определяют, что соседняя группа, которая идет там пословно-условно, говорят, что это наши, и мы пытаемся там связаться через там командование, что кто это, вот мы их видим, что это, как бы, шурави, но связаться с ними не можем, не знаем на какой волне и все такое. Те тоже вдруг обнаруживают, что уже наших и опа, ну, а все же, как бы, нету такого понимания, как все должны ходить там погоны, пилотка там или там что там, то есть, все одеваются кто во что гораст. Частенько для большей маскировки могут и подместных одеться. Та вторая группа обнаруживает нашу и вызывает на нее артиллерийский огонь. Хорошо, те стреляют криво, ну, понятно, как бы, с первого раза попасть, это достаточно та еще задача, условно говоря, всегда нужно вводить, почти всегда нужно вводить корректировку, то есть, если это не пристрельные цели. И наши уже говорят, мы не можем с ними связаться, дать им сигнал, там ракеты, никакой реакции, по нам начинают вести огонь. Соответственно, связаться, понять, кто это, что это за та группа, тоже не получается, но, поскольку ведут артиллерийский огонь, накрывает наша группа, то понятно, что это советские, но мы им не можем объяснить. Он говорит, а что остается, тогда мы открываем огонь уже в их сторону, тогда, может быть, будет, как бы, понимание. Ну, и дают команду моему орудию, как наиболее, как бы, наиболее пристреленную. Я своим орудием тоже было весело, состояние было, с одной стороны, я как бы понимаю, что я стреляю сейчас, чтобы наших прикрыть, с другой стороны, а это тоже наши русские люди, и как я, ну, благо, сделали несколько выстрелов, и как бы, опыт тоже, начали соображать, что раз по нам начали вести артиллерийский огонь, ну, духов такого нет. Соответственно, да, перестали, как бы, опознались. Вот такое произошло опознавание. И, слава богу, я никого не задел, потому что одно дело, ты стреляешь по врагу, а здесь другое дело, когда вот в такой ситуации оказываешься. Такое явление, как снарядный голод. Было? Да. Снарядов было в ДОСТ или экономили? Нет, нет, просто не было. Причем, доходило до того, что, ну, это было, вот в Анове, это просто ощущалось, там было по понятным причинам, потому что, говорю, до нас колонна дойти, это нетривиальная задача. Так, доходило до того, что у нас, ну, очевидно, по каким-то нормативам на орудии находились какое-то количество полных выстрелов. Полный, это, значит, вот как я рассказывал, полная колбаса, гильзы, забитые порохом. Это один единый мешок, не переменный заряд. Так, у нас офицеры начали голову ломать, как из этого полного снаряда, полного заряда сделать переменный. Кружкой отмеряли порох, для того, чтобы попытались взвесить, а сколько это вот колбаска, она, значит, ну, переменного заряда, который выкидывается, что она весит вот столько-то, значит, соответственно, если мы уберем из полного заряда вот столько-то, то тогда получится. Конечно, не получалось как заводское, фабричное, но несколько раз стреляли вот такими снарядами. Ну, вернее, имеется в виду не один-два выстрела, а некоторое время стрельба велась такими. Это было, конечно... А что называется, в народном хозяйстве от снарядов какая-нибудь польза есть? Что имя можно делать? Печку там топить? Или там одежду чистить? Как отбеливатель какой-нибудь? Ну, мне в голову приходит только одно полезное применение. И были такие... В анонсе видел, кто-то спрашивал, какие были снаряды. Были загадочные снаряды под... Загадочные я уж так... Три Ша-1 назывались. Это снаряды с готовыми убойными элементами. И внутри у них были стрелки металлические. Вот я единственное, что... Ну, его если разобрать, то можно как гвоздики использовать. Другого я применение... Если у тебя нету задачи выплывить тол и сделать там какую-то взрывчатку, я просто не вижу. Потому что вес у него никуда его... Носить его... Ну, то есть это не железяка. Бесполезная вещь. Бесполезная вещь. Абсолютно. Чуть-чуть возвращаясь к этому вопросу о дедовщине. Вот ваша позиция, что как бы там плохо со мной не поступали, я принял решение остаться человеком. Она вот окружающими каким образом воспринималась? Это была, я так понимаю, не очень популярная тема. Смотрели как на инопланетянина или понимали? Ну, на самом деле разные люди по-разному воспринимали. У меня получилось так, что я хорошо подружился, нормаль, вот, в хорошем смысле слова у меня друзья Николай Шагапов с моего расчета, Сергей Безденежных, Андрей Галкин. Это вот ребята, которые, да, они на меня в самом начале косились, и они же со мной тоже пытались вести разговоры, очевидно, по наузкиванию старослужащих, но, Миша, ты чего такой борзый назывался-то, называя вещь своими именами? Я говорю, ребят, ну, вы сами-то вот так и так, что скажете? Ну, да, с одной стороны ты прав, а с другой стороны мы пашем, а ты нет. Я говорю, ну, если вам приятнее смотреть Пахалово, вот смотрите, я считаю, за своё орудие вы же видите, и за соседнюю орудие тоже видите, ну, видел, я говорю, ну, может быть, вам так будет как бы более спокойно, потому что, как бы, никто же другой это не делает, вот, а я почему делаю, потому что я знаю, что я это сделаю качественно, ну, как бы, да, а потом уже, уже, когда они стали старослужащими, мы разговоры, как бы, вели тоже на эту тему, ну, они говорили, что, ну, да, и кое-кого, как бы, хотелось бы, встретить в мирной жизни, и он бы ответил за все, это те люди, которые, как бы, пошли, условно говоря, ну, назовём это, я пошёл против системы, а они, как бы, пошли в русле системы, они сказали, что, я бы его увидел, я бы убил, просто здесь вот, потому что, так как он поступал, так делать нельзя, но, я этого человека видел, и у меня, как бы, вот, желание, что-то ему сделать, ну, оно сначала присутствовало, а потом, как бы, судьба, она сама распорядилась, так, что даже посочувствовал ему, но, условно говоря, это всё, опять же, зависит, ещё раз возвращаюсь, это всё зависит от человека, то есть, с нормальным, правильным, гуманистическим началом, которое давало воспитание, мне кажется, наше советское, всё-таки, и школы, и общество, ещё, и даже, я скажу, был так, что большинство из старослужащих не вели себя так, как вели себя по отношению с ними, и это, в том числе, я не говорю, что это, естественно, моя заслуга, но, в любом случае, хотя бы мой пример был перед глазами, и ребята, может быть, на это опирались, как-то так, и не хотелось им тогда становиться такими неприятными людьми, как другие, которые близки. Вам выпало побыть, буквально говоря, неким нравственным ориентиром? Ну, это уж, ну, это уж совсем высокопарно, я-то, честно скажу, что я не думал, что я буду там нравственным, я за себя сражался, честно скажу, причём, как я вот говорил, мне это выдалось два раза даже, потому что получилось так, что вот, когда в Ванове были, мы, условно говоря, отдельные единицы подразделения были наверху, которые практически не соотносились, там, раз в две недели, там, в бане сходишь, там, что такое, и тебя так, ты никому особо не нужен. А когда вывелись весной, в мае 88-го года уже в полк, там, как бы, мы соединились с батареей, мы соединились с полком, и тут, как бы, на первых боевых ко мне присылают гонца, и говорят, а там ещё тоже так и сложилась интересная ситуация, что, как я сказал, орудия были настрелены, и у нас их отобрали капитальный ремонт, там, или замену, и получилось, что мне дали орудие вот с этой придворной батареей, которая постояла на полку, а получилось так, что там же есть свой хозяин орудия, и вот тот хозяин орудия поехал со своим орудием, и я тут же есть со своим расчётом, он со своим орудием, а я со своим расчётом, то есть, на орудии получается два командира, отлично, и как-то мы так распорядились, что я там, условно говоря, он, я присматриваю, он командует, а я, условно говоря, при орудии нахожусь, присматриваю, и там помогаю, если что. Работы у меня практически нету, это больше наблюдателям, и тут присылают гонца и говорят, что, ну вот, пора и разобраться, что-то тут все-то это самое, а ты какой-то неправильный, надо бы с тобой поразбираться. Ну, а что должно было стать итогом вот этих разборов? Ну, там, я понимаю, бандитское, там надо отжать собственность или там денег какие-то, а здесь что? Ну, я не знаю, наверное, мне предлагалось, во-первых, как бы все прошли через это самое, через, с моей точки зрения, достаточно унизительное состояние, когда тебя кто-то заставляет делать то, чего ты не должен и не хочешь. Ко мне вот эта претензия была, что все прошли через это, а ты нет, и ты должен пройти, чтобы стать одним из нас, условно говоря. чтобы занять свое место. Ну, я раз, как бы, объяснил свою позицию, повторение вот этого было, вот, сказано было, что, ну, ты что-то, наверное, что-то не понимаешь. Я сказал, ну, в крайний раз, когда мне это было сказано, опять же, все, чтобы тоже было понятно, разговоры ведутся в основном через гонцов, то есть, не сами вот эти товарищи подставляются для того, чтобы. Я сказал, что, ну, благо, опять же, с оружием вообще вопросов никаких не было, вот, я сказал, что, если кого-то что-то не устраивает, то не я пойду к вам, потому что меня все устраивает, то ситуация, которая сейчас есть, то если он что-то не устраивает, пусть приходит сюда, я всех здесь положу. Передернул затвор, затвор рассказал, что здесь будем разбираться. Вот именно так. Я говорю, идите и передайте, кому это нужно, кто требует каких-то вот изменений статуса КО. В результате было сказано, что, ну, через какое-то время там пришел ответ, что он говорит, ну, ты сам, мол, выбрал, что захотел, ты будешь жить поусталу. Я говорю, вот вы меня там, прям напугали там. Это как раз вот, для меня житье по уставу это как раз нормальное явление. То есть, я, собственно, за этим в армию шел. Мне откровенно брезгливо, чтобы кто-то за меня, условно говоря, подшивался, ну, моё, там, еще что-то. Потом, я же видел ту сторону-то, когда могли там и там слюнями там, ну, плюнуть, еще такое. И это делали. Вот. Поэтому, как вы, ребята, у вас как-то в голове странно умещается, что вы заставляете людей делать что-то, при этом вы понимаете, что как-то с тем официантом, который может плюнуть тебе в еду, как это в одной голове умещается. Для меня это странно, я не могу это понять. но есть люди, которые вот этого хотели, и они, в конце концов, вот жили в такой, такой парадигме. Вот один из моих собеседников очень яркий пример привел, когда дед заставил молодого вычистить автомат, а когда пришло время воевать, его автомат просто отказал, потому что был почищен криво, косо. Абсолютно. Вот абсолютно. Все твое, что скрывать, во время, которое уже служил я, основная задача была, которая ставилась во главе каждой практически боевой операции, это сберегать личный состав. Нужно максимально, каждый на своем месте, с моей точки зрения, должен был делать максимум тех действий, чтобы способствовать этому. Чистить свое оружие, свое орудие, готовиться к боевым операциям, со снарядами работать и так далее, просто себя держать в чистоте и так далее, потому что это все связанные вещи. А когда ты почему-то даешь это кому-то, у меня в голове, честно скажу, у меня это не укладывается, но есть люди, у которых это укладывается, они живут вот в этой и жили. Но еще раз, то, что уже к моей службе, когда уже как бы самому оставалось, до увольнения уже мало, но и те ребята, с которыми я дружил, и в основном, с которыми мы просто в нормальных отношениях были, там мои, никто уже до такого скотства, в моем понимании, не опускался. Скажем так, на постоянной основе. То есть, вот этого, я многого, конечно, мог не видеть, но чтобы это было вот нормально, люди как-то вот по-хорошему, то есть, не оскотерились, скажем так. А в целом, можно было такие вопросы решать исключительно силовым методом? Я когда вашу фотографию смотрел, где вы с мамой, ну вот образ, здоровый лоб, вот к такому подойти с какими-то вопросами, ну, тут вопрос-то в том, что я один, а их много. И здесь во всех, ну, наверное, это вот сейчас и в такой жизни гражданских, вот как все это, землячество, все вот это вот, ты оказываешься, как это, шутка существует, ты один приходи, мы тоже одни придем. Вот это вот тоже, что ты один, а их много, потому что они объединены там неким, там может быть злостью по отношению к тому, что, когда они были молодыми, их там сильно там обижали и так далее, и теперь, вот очень, это очень популярная была там модель поведения, что, а как же это, меня-то гнобили, а я-то чего, теперь я получил силу, и это было, вот прям вот превалирующее. Это только для солдатской среды характерно? Ой, про офицерскую, нет, к сожалению, это не только для солдатской среды, во всяком случае, то, что я как бы видел со своего, назовем это, шестка, пришел, наконец-то, спустя много очень времени, долго почему-то не приходил, сменщик, у меня ушел командир взвода, который у меня условно, экзамен применял, потом у нас был, вот он уже служил два года, ушел в союз, и долго не приходил офицер на его место, и даже поднимали к нам вот в той же самой нове, старший офицер батареи, ой, красавец, вообще, как стрелял, старший элитнан Карпенко, мы сейчас в хороших отношениях, уже он давно не служит, понятно, офицер там отслужил пенсионер, вот, но мы прямо вспоминаем сейчас, как началась какая-то война, ну, как бы, обстрел группировки, мы по боевому на орудию выскакиваем, и он такой стоит на бруствере, и начинает вот мерить пальцем дистанцию, так, первый выстрел, так, край туда дай, дай туда снаряд, лег, он так, оп, так, левее, там, ниже, это меньше, и вот прям буквально на ногтях, для меня это было шоком, я как смотрел, как он стреляет, там, угловые, бум-бум-бум, я думаю, что это такое, что это за шаманство какое-то, а потом я уже, уже здесь, на гражданке, давно-давно, ну, после, считал, что просто в артиллерийских учебниках есть такое понимание, что, вернее, даже голова какая-то, ее собственными глазами читал, что можно стрелять с помощью, что, допустим, вот ноготь отдает столько-то, если ты его на вытянутую руку дашь, если спичный коробок, столько-то, и так далее, и так далее, но это я, одно дело это потом уже читать, а это я видел вживую, это мы работали, как бы, по конкретной цели, вот, я прям, ну, меня, вот это вот профессионал, то есть, ему большой привет и здоровье, как такового, командиру взводу нам-то так и не дали, то есть, нас то один офицер замещал, то другой, то должность, когда там, ну, опять же, на боевых, я, как говорил, он не особо, как бы, есть старшая офицера батарея, командиру взводов, их, считай, нет, они все на скорректировочных группах выходят, наконец-то пришел, парень молодой, ну, понятно, как бы, офицер, там, закончивший учебный вуз, там, Коломенской, в нашем, как бы, случае, десантный факультет, он по возрасту-то отличается от нас, не на ошибка-то, не кардинально, нам много лет, и, там, условно, на два-на три года старше, и бац, он, как бы, приходит, тут же, все мы из боевых не вылезаем, ему там, что только дают, переодели в эксперименталку, а, его волшебные, прапорщик, даже ботинок ему нормальных не дал, блин, даже хотя бы солдатских, блин, и пришлось лейтенанту идти в горную корректировку, в парадно-выходных ботинках, нафигеть, просто, потом он приходит, ноги болят, идти не может, я его, ну, он пришел во время боевых, как бы, группа спустилась, и, на позицию, я его отправил, он у меня, по-моему, на складе со снарядами отсыпался там сутки или двое, я его только, вы таскали еду, он просыпался, я его тряс, ешь, бац, но, а что за отношение-то, вот как бы, обвести офицера в нормальное, не надо, как бы, объяснить, что-то дать ему нормальное, у него там автомат, там, жгут там выдали, Андрей Казубский, старший лейтенант, вот, тоже привет, тебе большой, лю-лю, живи и здравствуй, но, как бы, вводили офицера молодого, прям вообще, из рук вон, почему, откуда такое, вот, наплевательское отношение к своим же, это я не знаю, может быть, может быть, тоже есть какая-то градация, в том плане, что, вот, там, москвичи, залетчики, а он тоже может быть, но он такой, в хорошем смысле, там, ну, мне понравилось, он, как бы, до боевой работы, он, все в порядке, то есть, никаких этих самых, то есть, не было каких-то там, ну, так он, наверное, разгильдяев какой-то там, не совсем, как бы, армейский, там, может быть, это ему в упрек там ставим, но, но мы-то, солдаты, извиняюсь, тоже не совсем, все же видим, причем, со своей стороны, оцениваем тоже, будьте любезны, вот, но на это никто обращения, внимание не обращал, я, например, ну, я, что мог, я ему помогал, я ему, как бы, поддерживал в меру своих возможностей, но, вот, неприятные такие, как бы, осадки остались, до сих пор. На фотографиях, я когда там, школьником был, ходил такой сборничек, назывался, по-моему, 100 вопросов, 100 ответов, советской армии, они там, ну, с некой чистотой выходили, я оббежал там, все районные библиотеки, их вот, ну, читал, в каком-то из них, как раз вот Д-30 появилось, и для меня это было прям вот, ну, какое-то космическое орудие, то есть, оно на просто пушку не похоже, вот это стани, вот эти колеса наверх, там, щита нету, главное, что меня вот, прям потрясло, я так и не понял, что это, ну, мне, конечно, дети в классе сказали, что, да, это штык у него под стволом, там торчит такая штука, чтобы вот, ну, в общем, я когда стал разбираться, понял, что ее таскают за ствол, то вот для таких перемещений нужно, как пушка себя вообще ведет, как с ней ездить, кто с ней ездит. Ну, начнем с того, что пушка весит 3,5 тонны, и по-хорошему она еще так интересно в походном состоянии сбалансирована, что, в принципе, ее, если ствол приподнять на вытянутых руках, ну, вот как раз за эту балку транспортировочную, буксировочную, вот там как раз с двух сторон сделаны два таких поручни, то если ее приподнять на вытянутые руки, то, в принципе, она балансирует и стоит на месте, то есть можно поймать, и даже потом один человек ее может просто ствол удержать, а остальной расчет толкает колеса, и ее можно вручную перекатывать, ну, для этого единственное, как более-менее ровная поверхность нужна. Кстати говоря, тоже вот возвращаясь к 45-ке, вот я когда смотрю фронтовую хронику, как там несколько бойцов расчета толкают ее, так думаю, что она такая тяжелая, что прям видно, ну, видно, люди-то упираются, и их там не намного меньше, чем вот у нас, что там, 7-8 человек, и так они, а у нас вот эта Д-30 ее просто в учебке поднимали, мы ее там катали, катали по территории учебного полка, но по именно транспортировке не боевой, там от места полка до огневых, куда мы, до боевых действий, куда мы едем, то она на самую лучшую в мире военную машину наш Урал. Лучший, почему? Потому, что колеса вперед вынесены, если что-нибудь ухнет, то шансов больше, чем вот на сегодняшнем КАМАЗе, это даже Сирия подтвердила. Делается так, значит, на буксировочный крюк прицепляется галбица, в кузов, по-моему, 30-40 ящиков снарядов укладывается, и вперед поехали. Тут тоже такой момент, что вот у нас вышедших сановые 2-го батальона и 3-я батарея при ней, возникли проблемы, потому, что там-то мы стояли на одном месте, и какие-то перемещения, именно географического порядка, там они практически, только все на ногах делалось, мы стояли там на месте, а тут выехали в полк, и началась по всему Афганистану езда, и у нас водители, как бы, некий у них шок случился, потому, что тут ты едешь за неделю 3 километра, а тут ты за один день 800 можешь намотать, ну, приблизительно, чтобы понятно было, о чем речь идет, в первые боевые, когда выехали с чужим орудием, там до смешного доходило, туда мы через дырку, дырка это слонговое, название о туннеле в Саланге, кстати говоря, тоже, вот интересно, мой двоюродный дед, он метростроевец, и он как раз прокладывал вот этот вот туннель, а я потом спустя там несколько десятилетий, его там двоюродный внук, поэтому туннель ушастал туда-сюда, ну и, соответственно, как бы туда мы проехали на боевые, все отстрелялись, отработали, обратно возвращаемся, перед дыркой закипает у нас Урал, а к обидам получилось так, мы ехали без тента, и у нас снаряды как бы открыто видны, и в машине было 3 человека, то есть водитель, я старшая машина, и еще один боец, и мы подъезжаем к месту сбора перед дыркой, потому что нужна колонна, должна, ну, чтобы было понятно, перемещение там условно 300-400 километров, все, понятно, что не нужно отставать там, но все равно так или иначе получается, что кто-то отстает, и перед проходом через Тоннел-Саланг есть отстойник, где колонна должна вся обратно собраться, и после этого она уже как бы, когда последняя замыкающая машина подошла, мы плотной ниткой проходим через Тоннель, и дальше уже выходим, начинаем спускаться уже на свою сторону, в Черековскую долину, мы закипели, наш водитель полез, открывает пробку, последние два там срывает, вообще-то закипел, такой паровоз, прошел к Красного, то ли ржавчину, то ли что, в общем-то мы стоим, пыхтем, как паровоз, он такой, сейчас все будет нормально, набрал воды из реки, холодный долил, все, проезжаем через, собственно, Тоннель, а он как бы, сам Тоннель, и еще несколько галерей есть, и в галереях еще нормально, ты дышать можешь, а сам Тоннель, он очень длинный, и там загазованность очень сильная, то есть там вентиляции, как такого нет, там даже был случай, что там за пару лет, что ли, там много ребят погибло, то есть колонна встала из-за сломанной машины, и отравились, поэтому, как бы, про это тоже нам очень, ну, как бы говорилось, что себя так-то, так-то вести, там, и главная задача, как хочешь, но выехать, иначе можно задохнуться, ну, мы Тоннель проехали, опять же, площадка, и тут наш водитель говорит, ребята, а, не водитель говорит, третий боец, который в машине, он говорит, что-то запах какой-то, не тот, что за запах, он говорит, да такое ощущение, что-то гарью, так раз, из окошка выглядывает, а у нас из-за задних колес дым пошел, а чтобы еще раз было понятно, 30 ящиков снарядов, и галбица, 3,5 тонны на хвосте, и вот он так, ой-ой-ой, если загорится, то мало никому не покажется, раз, сразу, останавливаемся, ну, благо тут как раз стоянка есть, какой-то пост, это прям буквально на выезде из тоннеля, останавливаемся, наш водитель говорит, все нормально, это и перетянул колодки, сейчас, это опять же к чему, что опыта вождения отсутствовал, вот, порядочный, он берет отвертку, или там, ключ сейчас уж не помню, что-то покрутил, раз, с одной стороны, с другой стороны, тронулись, ну, что, посмотри как, дыма нет, все отлично, ну, отлично, поехали, и начинаем потихонечку, опять же, по колонне, приказ, условно, назовем, там, скорость не выше, там, 50 км в час, мы начинаем трогаться, едем, скорость 20 км, там, 30, 40, мы, что, тут уже 60, он так, мы не быстро ли едем-то, он так, ребята, тормозов нету, ох, ты ж, тут нам стало-то весело, опять же, вот еще, наверное, несколько раз, 30 ящиков снаряда, гаубица, 30,5 тонн на хвосте, и мы начинаем лететь, просто, практически, вот, тут двойственное у меня впечатление, вспоминаю всю эту историю, потому что, с одной стороны, конечно, разгильдяйство полное, в том плане, что, как так получилось, что, вот он отпустил тормоза, и опыта у никого, но, с другой стороны, мы вот летели без тормозов, начиная от перевала Саланг, от тоннеля, и до Черекарской долины, и мы нигде не воткнулись, потому что, если мы воткнулись, там бы, вообще ничего не соберешь, и там, несколько раз, то, была, дорога ведет, здесь скала, мы его, вот так вот обходят, и вот в этом месте, прям видно было, что, там, не знаю, за час, наверное, до, обстреляли, стоял автобус один так, здесь, газон, по-моему, 66, прям вот, догорал еще, еще дымился, и, вот тут, проезд оставался, с этой стороны, вот столько, и с этой стороны, как мы там, вписались, я, я до сих пор не понимаю, это вот, спасибо, боженьки, что нам удалось, проехали дальше, все уже понимают, по колонии, что мы едем неадекватной скорости, нарушая все, нас пропускают, тут впереди Беттер-80-ка идет, а на нем разведка едет, а разведка, она, себя считает, что, все четкие гвардейцы, но они самые четкие гвардейцы, и, соответственно, мы на своем таране летим, и пытаемся, все нас пропускают, более-менее, потому, что понятно, что это неординатная ситуация, а здесь ребятам вот уперлась, и они, хоп, мы бум, не можем с этой стороны, и вот начинаются шашечки, по этому самому, в какой-то момент он говорит, я больше не могу держать машину, потому, что как бы там пытается тормозить там двигатель, но когда такая масса, то это практически не очень позитивное занятие, и в какой-то момент еще Беттер чуть в дороге отходит, он еще газу прибавляет, и мы, прям начинаем сильно обгонять, это водило Беттера так, иди, иди, наш водитель говорит, на, и чуть-чуть мы касаемся Беттера, но его сдвинуть невозможно, потому, что он очень тяжелый, вот, я только вижу в зеркало заднего вида, его всплеск, два всплеска, идут вот по броне, а у них РДВшки, ну, сотки, наверное, были привязаны к броне, и мы их как бы порвали, Беттер сразу по трамозам, ну, нам что, мы как летели, так и летим, у нас ничего не изменилось, вот, дальше в основном, как бы уже без проблем по колонне нас пропускают, и мы выезжаем на равнину, начало Черекарской долины, и тут вот место, опять место сбора колонны, что ж такое-то получается, то есть машины уже выкатывают по инерции, и когда остается там километров 20, что ли, уже скорость падает, появились тормоза, мы так, ты что ж, дальше ряд непечатных, он говорит, ну, вот, как бы появились, потом сходил, там уже поджал, и дальше мы, как бы доехали, там разведка пришла еще разбираться, вы чего, ну, как бы ситуацию объяснили, так обошлось без потерь со всех сторон, а на следующие боевые, эту машину, этот Урал был разбит, и обратно он приехал в виде, если мне не изменяет память, двух, там, или трех мостов, на металлическом тросе привязанном, потом новый Урал появился, но все живы остались, слава богу. Что за работа, когда приходится корректировать огонь своих же батарей? Ну, к сожалению, мой выход на корректировку, он, как бы, закончился плачевным для меня, в том плане, что, как бы, я полностью на задании, как бы, не смог завершить, дело в том, что я, как бы, да, я всегда хотел быть десантником, и я так-то думал, что у меня здоровье, будьте любезны, вот, потом уже оказалось, сейчас уже оказалось, что у меня вырожденные с сердцем проблемы, вот, но это сейчас, как бы, позволяет это нынешняя техника посмотреть, а получилось так, что как раз сходило, ну, началась война, грубо говоря, наша разведгруппа пошла на задачу, и вот тут, опять же, не согласованно с действием, попали в зону ответственности, или увидели их в зону ответственности пехоты, вот, и там с БМП-2 шустрый наводчик увидел, группа идет по склону, и на всю педаль наступил, и выпустил туда очередь со своей пушки авиационной, которая стоять на БМП-2, и, короче, получилось так, что все ребята, все получили ранения, благо, не тяжелые, но дальше вести работу не могли, их спустили с горы, и, соответственно, ранения получили все, и стали срочно собирать новую группу взамен, и кинули клич, кто готов пойти в корректировку, мне, поскольку, как раз это на том, на тех боевых, где у меня орудия как такового как бы не было, и я был наблюдателем, ну, и плюс тут же тот же вопрос торчал с что там будем дальше решать, будем расстреливать или не будем расстреливать, то, соответственно, я решил, что, наверное, как бы дадим время отдохнуть всем от мыслей, я схожу в корректировку, там, как бы, вернемся, будем посмотреть, и я сказал, что, да, я готов, соответственно, собрался, на следующий день пошли, вот, и переправляли через реку Фараха, она называется, она такая бы достаточно бурная, чтобы перейти, там, на ногах и невозможно, просто снесет, и мы на седельный тягач, по-моему, от урагана, такая огромная машина, которая, ну, просто, вот, именно, каких-то, исполинских размеров, мы на нее забираемся, на этом берегу, и она по дну переползает на тот берег реки, причем ее пару раз, даже вот все чувствовали, что-то так ее переставило, хорошо так, она боком поплыла вниз по течению за такую махину, вот, дальше перегрузились и все, пошли в горку, тут тоже надо как бы отдавать себе отчет, что, да, я уже в Афганистане был месяцев, наверное, шесть или семь, но мы стояли на одном месте, то есть, как бы, и опыта хождения как такового у меня по горам особого не было, потому что у меня другие задачи были, но, в принципе, на горку забрались легко, там, у меня, там, как бы, я не почуял никаких проблем, и окопались на вершине горы, там еще был очень такой интересный момент, через нас, то есть, мы возвышались над Долиной и смотрели, то есть, можно было видеть, далеко-далеко наши стоят и позиции, и там приданные еще артиллерии, например, градов, вот у нас градов не было в полку, это всегда, если они участвовали, то и придавались, вот грады по одной ракете стреляли, причем вот именно отдельно так, там, бац, там проходит, там, пять-шесть секунд, следующий бац, и такой интересный звук, как будто, детский, такой пионерский барабан, так, бум, звук, и вот через нас, через гору летели вот эти снаряды, именно меня так поразило, что, думаю, какой-то звук, как идет, как барабан такой, пионерский, странный, но мы, соответственно, как бы переночевали на вершине, ну, и дальше нужно было обживаться, там, на следующий день, там, типа, за водой, там, желающий есть, тоже, это клич, он поднимался, ну, как бы, кто готов, окей, я говорю, я готов, ну, а что, я чувствую себя нормально, все в порядке, спускаемся дальше вниз, условно говоря, на середине, где-то нашего подъема, там был родник, на горе, вот мы к нему спускаемся, набираем, ну, фляжки, соответственно, РДВшки, для того, чтобы поднять тем, кто будет еще, остался наверху, вот, начинаем подниматься вверх, и тут у меня, и меня нету, то есть, я теряю, то есть, дальше какие-то просто обрывочные, такие какие-то воспоминания, там, я там, ты, ты себя как, ты чего, а я в себя прихожу, и опять меня нету, так, раза два или три, там, держись, как бы, что-то я помню, так иногда, так и все, то есть, ну, понятно, я уже по отрывочкам, включению, я понимаю, что в выделенной группе, там, несколько там солдат, с офицером, меня спускают вниз, ну, команда тоже дают, и, соответственно, дальше, то есть, меня вниз спускают, с горы, обратно приводят подразделения, и я там в себя прихожу, там, буквально, там, дня через, там, два или три, тут было двоякое такое, воспоминание, вернее, ощущение, я, первое, это было дико стыдно, потому что, как же я сам пошел, и вдруг меня сняли, условно говоря, даже не сам пришел, но, опять же, на удивление, несмотря на конфликтную ситуацию, которая создалась, как вокруг меня, мне никто даже слова, ни упреков вообще не сказал, то есть, никто-то там не, что ты там, а тебя вот, ничего, но потом я как бы разобрался, что это горная болезнь, что она и возникает, ну, как бы это один из своих, там, наверное, симптомов, или как он проявляется, а плюс еще потом, ну, уже сейчас как бы разобрался, что у меня проблемы, опять же, с сердцем, тоже интересные, конечно, вот, я абсолютно не жалею, я очень рад, что я служил в воздушных войсках, и не на плацу, и не на там союзе, а то, что воевал, и я отказывался, этого не хочу, но с другой стороны, как бы интересно, это что-то такое было, то есть, меня по здоровью настолько проглядели, что, да, хорошо, что оно вот закончилось, как бы так и не, как бы я и попал, опять же, волею судеб называется, в такую специализацию, которая как бы не требовала, именно чрезвычайной физической нагрузки, я на своем месте там оказался, ну, хорош, условно говоря, вот, но даже вот в эти элитные войска, условно говоря, там попадали-то люди и с такими вот волшебными, затаенными болезнями, скажем так. Пишем на пронерливость москвичей. Ну, да, тем не менее, уж больно сильно хотелось, точно. Воспоминаниях она достаточно, как бы, ярко засветилась, ну, там какие-то моменты, прям, так хорошо, отчетливо помнятся, там есть и смешные, есть и, там, не очень, как бы, но они, а вот, когда вывелись в Баграм, и с полком начали ходить, то там как-то все получилось, что все боевые, они идут в одной череде, там, единственное, говорю, опять же, товарищам, которые ходили на боевые настолько часто, что, там, и мне просто даже интересно, а кто еще так ходит, просто, ну, кто ходил, я не говорю про спецподразделения, которые, как бы, у них, там, задачи другие, а именно, как бы, такого же характера, полки какие, там, или еще что-то, кто-то знает, ну, интересно, конечно, было послушать, я постараюсь, там, я слежу за темой, и мне было бы, ну, как бы, именно в таком, там, составе, что, когда воюет, не один батальон из всего полка, а весь полк, то есть, когда приезжаешь, а в полку, условно говоря, там, не 50 человек, но около этого, то есть, поддерживают, там, на караулах, там стоит, и все, и никого нету, ну, как это вот, то есть, ходили бы интенсивно очень, но вспомнить какие-то, вот, вспомнил свой наезд, например, там, вот, Серега Безденежных, там, лежим, спать легли, и, там, как, там, а что будет, там, после службы, там, ну, и рассказывают друг другу, там, что, да, вот, надо, женишься, я тебя позову на свадьбу, и я тебя позову, он меня позвал, а я как-то, ай-яй-яй, не позвал, но зато в гости приезжал, уже хорошо, опять же, вот, по поводу, тоже задают сейчас вопрос, как бы, страшно, не страшно, вот, не было страшно, как-то была боевая работа, она, ты в процесс вошел, и уже, как-то и не до того, все чувства, они там и остались, не, не, а вот последний выход, именно, когда на Саланг выходили, и после, то есть, мы с полка, с Баграма выходили на Саланг, и дальше уже, что, прямиком в Союз, то есть, мы сюда уже не возвращались, и вот, у меня никогда такого не было, чтобы, какие-то мысли там, что, вот, зачем это, там, ходить вон, можно подзакосить, там, или еще что-то такое, а, тут, меня начало плющить, за несколько, там, за неделю, за две, прям, то есть, было понятно, что мы туда идем, неизвестно только, неизвестно дата, когда мы туда, выдвинемся на Саланг, и, меня начало, прям, плющить, так сильно, прям, выворачивать, я, честно скажу, даже не знаю, удержался бы, если бы это были, ну, условно говоря, не завершающая фаза, после которой мы в Союз идем, а это, как бы, очередные боевые были бы, может быть, я бы под, как это сказать, поддался бы организму, и попробовал бы, что-нибудь сказать, что что-то мне не, не хочу я идти на эту войну, вот, можно ли что-нибудь там, как-то, порешать, но, суть до дела, это, как бы, домыслы, мне было, меня прям физически сковывало, это вот прям тяжелое было ощущение, ну, ладно, дается команду, что все, как бы, выходим, собираемся, для нас очередные боевые, как бы, особо, там разница какая-то, я, во всяком случае, ее не помню, наверное, там те, кто хозяйственной части занимался, для них там много вопросов, но, у нас считалось так, что мы, как бы, территорию полка сдаем зеленым, и дальше, как бы, они уже будут хозяйствовать, по этому, ну, как бы, на эту территорию, вот, и мы сюда уже никогда не вернемся, и выходим, значит, поднимаемся, подходим к началу гор, и я помню, что раза два или три, там, то у нас вроде бы здесь, орудие к бою, потом бац, через полчаса отбой, а мы, опять же, все, у нас же орудие к бою, это, значит, мы начинаем вкапываться в землю, по уши, раз, отбой, так, орудие прицепили к грузовикам, дальше поехали, и, по-моему, на третий раз, уже высоко поднялись, а сначала это было еще, как бы, так, ну, снег идет, вот, как сейчас приблизительно, но земля, как бы, сырая видна, а дальше мы поднимаемся все выше и выше в горы, и уже, то есть заснежено все по уши, то есть тут уже давно зима, уже высоко-высоко, ну, и там оказалось, что мы там почти до туннеля, там, совсем рядом с ним стали, и команда дается, вот, как бы поле, условно говоря, рядом с дорогой, все, сворачиваем, занимаем там, мою позицию самую крайнюю, и от него уже ближе всех дороги становится, мой первый раз с дороги сворачивает, и прям гребем, вот, я почему говорю, Урал самая лучшая машина, он догреб, как бы, все, у меня определенно, там, здесь вставать, орудие к бою, я открываю дверь, выхожу с подножки, прыгаю, и проваливаюсь практически вот так вот, то есть, а Урал доехал, молодец какой, то есть, это вот, дорогая машина волшебная, кстати говоря, вот это было единственное место, когда, если все боевые, на любые мы выходили, то мы вкапывались в землю, то здесь нам не удалось копаться землю, потому что снега было столько, что мы расчищали только огневую под орудие, и до, главная задача у нас была дойти до земли, для того, чтобы сошки нужно в землю втыкать, в снег их не воткнешь, до земли дошли, а земля, она прям мягенькая такая, ну, потом мы ее зачистили, она уже, ну, от снега, она уже промерзла, и, благо, и ходить по ней можно было, и орудие сошки вбить, и стояли мы там достаточно долго, там месяц, ну, во-первых, Новый год встретили там в горах, во-вторых, там уже как бы в конце, собственно, января, насколько мне память, что-нибудь не подводит, вот там, да, и все смурнее, смурнее получалось, что как-то все напряженнее, напряженнее ситуация, к выводу ближе, то начали, ну, давали, ну, отрабатывали, например, там по орудиям, отрабатывали, по, там, где-то козырек снега там висел, то есть, сход лавин мы обеспечивали, контролируемый, потому что там раз, унесло, там, какое-то вышло, там, на одну колонну пошел снег, и там даже жертвами было, и мы начали отрабатывать, как бы гасить снежные наносы, чтобы это все случайно не произошло, потом начались тревоги, духи начали, вроде с ними была договоренность о том, что как бы мы вас не трогаем, мы нас не трогаем, а они начали выходить, грабить, потому что тут как бы, как же так-то полтора месяца без дохода, там никого не ограбить, и у них, и у духов, это как бы грустно все, соответственно, как-то пытались решить вопрос, не шибко возникая, но тоже начали уже и мы стрелять, там, ну, не пока не в прямую, а как бы показывая свое, что мы все видим, что этого варианта у вас не пройдет, и так далее. Потом началась, как бы, собственно, война. Мне, ну, мне до того как, как бы пришли, старший шеф с арбитарей, он определил, у меня получилось так, что вот, условно говоря, это дорога, мы стоим перпендикулярно, мое самое крайнее орудие от дороги, здесь поднимаются горы, и здесь распадок такой, здесь стоит кишлак, и здесь стоит кишлак. Мне определяет цель работать в сторону этого кишлака, а остальные три орудия, они работают в сторону вот этого. И, как бы, получается, я-то ближе всего здесь, но там и высокие, то ли это поля, там, ну, трудно сказать, просто высокие деревья, поскольку без листьев, там принадлежность, трудно определить. Но мне дают не ближний кишлак, а дают дальний кишлак, вот, а три орудия сюда работает, то есть я, условно говоря, почти к нему спиной повернул сам. Там последние убитые в этой войне были, с нашего полка, вот, и с нашего второго батальона, в котором мы вновь были, который всегда поддерживали. И майор Дюрасов пошел договариваться о том, что, как бы, ну, чтобы мы с, условно говоря, чтобы под конец мы там не расстреливали кучу лишних смертей. Мы уйдем, как бы, чтобы, давайте сдадите оружие, как бы, и вы останетесь живы, и у нас все будет хорошо. Но его духи взяли и пристрелили. Ну, соответственно, после этого у нас, как бы, команда на открытие огня по отработанным целям, ну, по однозначным целям. Вот. И, соответственно, я начал, как бы, тут тоже такой момент, вот это, у нас был один, вернее, у вас был, сейчас вылетел, к сожалению, фамилия его, который очень интересно рассказывал по поводу предопределенности и там шагов к... Андрей Павлюков. Да, именно, да, Андрей Павлюков, все правильно. Вот. И у меня тоже, вот, такое четкое ощущение, что предопределенность была и в мою сторону была направлена, потому что, например, доводчик с моего орудия, он нормально всегда работал, всегда было все хорошо, а в этот раз он сказал, Миш, я не могу. Я говорю, точно? Точно. Я говорю, окей, поскольку, как бы, мне все равно выделено на отдельные цели, я говорю, хорошо, я буду, ну, как бы, давай, ты тогда подносишь снаряды, а я буду, соответственно, работать за наводчиком. Тут, как бы, дополнительных не требуется действий. Соответственно, как бы, я вот остаюсь наводчиком, работаю на своем орудии, мы выстреливаем первую закладку снарядов, которую выложили все на вокруг орудия со складов принесенные, и пока идет смена, то есть я, ну, а это стрельба прямой наводкой, там практически километра не было. Мы стреляем, по нам стреляют, ну, и мы выстреливаем первый весь запас выкладку, значит, по орудию, все выстрелили, снаряды кончились, я даю команду всем на склад, нести новые, и сам начинаю, пока, условно говоря, дым рассеивается, я в прицел, в прямой прицел разглядываю, как бы, там нанесенный урон в сторону кишлака, которого я стрелял, и в этот момент на орудии остался один парень, как раз тот, который вот был ванове вторым командиром орудия, потом он по каким-то причинам не будем их сейчас называть, его сняли с командира орудия, и он просто в моем расчете был, как при дополнительной, и до этого он сидел на станине, и вдруг он мне бьет по ногам сзади, под колени, и я просто падаю в снег, и в это время дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым, идет прозвон по все орудия, идет как раз из-за спины очередь пулеметная по моему орудию, как самому ближнему, я у него спрашиваю, ты что сделал? Он говорит, не знаю, то есть он меня, какой-то вот этот удар был, сбить меня с ног, только я в момент даже падения идет расстрел моего орудия, и вот мы там с ним были на два человека, оба лежащие, как бы пронесло, что называется, и что это было? Я говорю, ты вообще, как-то у тебя что-то в голове там было, ты что-то увидел, может быть, или еще что-то, не знаю, то есть что-то вот пришло называется, я еще потом подумал, уже потом как бы думал вот по поводу этих вот судьбы, что кто-то его там, его телом руководил, проходит буквально еще там несколько, уже принесли снаряды на орудие, продолжается работа по целям, делаю несколько выстрелов, и вдруг тоже опять смена, еще пока передышка, а заволокло все дымом, не видно куда стрелять, говорю, опять давайте пока паузу, мы взяли, еще несите снаряды, быстрее тащите, опять стою, как я помню, оперся, колесо поднятое, вот, вдруг у меня такой идет удар по загривку, что я просто вот меня сбивает с ног, вот, и я падаю, у меня первая мысль, думаю, блин, Коля, что ли, мой друг с соседнего орудия пришел, типа там, как у тебя дела, там, что, ну, только можно было чуть полегче, как бы, это свою, там, радость, а я оборачиваюсь, вообще никого на орудии, нет, я один, и я вниз назад смотрю, а там в утоптанный снег осколок впаивается в снег и такой дымочек над ним поднимается, оп, она прилетела, как за это самое, а тут большое спасибо, хочется, как бы, своим офицерам-то сказать, что специально прошли, сказали, ребята, мы находимся буквально последние дни здесь, поэтому все в бронежилетах, все в касках, чтобы мы домой к матери приехали, вот это, как сейчас помню, и за это огромное спасибо, потому что если бы броника не было, то я думаю, что не так бы все радостно закончилось, а броники, как я уже говорил, что особенно в жару, ну, зимой-то, ладно, как бы, в нем даже, может, теплее еще, вот, так-то его не очень сильно любили, это к вопросу о том, что я вот как-то связываю, что очень сильно не хотелось, что-то вот оно такое существует, непознанное есть на этом свете, вот, я потом подумал, что да, наверное, я еще нужен для чего-то, раз меня сберегло, как уходили из Афганистана? Ну, уходили, ну, во-первых, здесь с боевыми, как бы, вот это стреляли, потом после этого там еще было что-то, ну, практически такой вот стрельбы, как в этот день уже, наверное, не было, нам сказали, что мы передаем все свое вооружение, ну, кроме личного стрелкового, опять же, зеленым, мы так, опа, а у нас, примеры убитого майора Юрасова перед глазами на нас, еще парни застрелили с батальона, мы собрались и среди командиров орудия, то, ребята, мы не будем, у нас есть задача вернуться домой, мы сейчас им оставим орудие, им просто за хобот его развернут, в нашу сторону, дадут пару выстрелов, и от нас вообще ничего не останется, в общем, договорились так, что, ну, как каждый из командиров орудия сам выполнял эту задачу, я, тут я за них не буду говорить, я на своем орудии вынял боек, пружину, боек выкинул в одну сторону, пружину в другую сторону, и обратно заглушку поставил, потому что, словно говоря, в ЗИПе есть запасной комплект, и кому нужно, смогут установить достаточно быстро орудие, во всех случаях, это не при нас произойдет, то и мы, как бы, была команда, это все сделали, потом быстро к дороге, в грузовики погрузились, и уехали, я еще помню, что, ну, в памяти, там, перед глазами ставить, что, там, зеленое, как бы, походили, там, орудие, там, что-то там смотрели, ну, благо, они не, затвором не играли, как бы, а то к наличию, скажем так, по стволам посчитали, и, как бы, вопрос не поднялся, боекомплект, наверное, или нет. Ну, и, соответственно, дальше мы уже пошли через, через Саланг, прошли, потому что до Саланга, там, рукой, буквально, было подать, ну, и, да, еще боевые шли по южную сторону, вот, где мы находились, на северную, мы когда проехали, там уже тише, гладь, благодать, ничего там нету, дальше проехали, там, по-моему, за пару дней через, там, поле Хумри, уже к Хайратону, в Хайратоне отстойник, вот, и там мы встали, отстойники говорят, все, сегодня 10 февраля, завтра мы пересекаем границу, привести себя в порядок, а нормально себя привести в порядок, мы полтора месяца провели в горах, жили в палатках, отапливаемых поларисом, поларис, это такая сваренная печка из танковой гильзы, в нее варена желоб, чтобы заливать солярку, пробитая, ну, пробивали, из автомата расстреливали, чтобы больше было дырочек для притока воздуха, и эта солярка поджигается, соответственно, у нее дальше труба одевается, и, ну, если раскочегарить, то вообще отлично, ну, и там тепло, все хорошо, но копоти, то есть мы там как негры практически были, то типа отмыться, а попробуй чем отмыться, воды практически нету, ничего нету, переодеться не во что, в общем, я помню, по-моему, мне что-то запомнилось, что типа, то ли там батальон, дали там 5 или 10 прыжковых комбинезонов, то есть переодеться совсем, кто обносился, обдырявился, подшиву какой-то, вот подшиву, по-моему, раздали, слава богу, вот, сидит там каждый, а тоже, чтобы было понятно, это 10 февраля, пусть там, ну, это все равно зима, даже пусть она как бы южная, но это со снегом, холодно, и вдруг раз меня вот этот новый командир завода, Казубский Андрей говорит, ну-ка, Миш, пойдем, я говорю, что случилось, он говорит, пойдем в кабину, пойдем, пойдем, раз, залезаем, в КамАЗ залезаем, а там водила, руль открутил, вот, и места много, сразу остановится, он говорит, садись, и включают магнитофон, там красный, по-моему, двухкассетник, шарп, вот, это говорит, специально для тебя, это как раз и начинает звучать Шафутинский, я никогда не был любителем вот этого вот болотной там романтики, вот этого шансона, он мне как-то все стороной прошло, я, мне в детстве какая-то падла украла велосипед, который мне купили, и я всех воров не люблю, там честно, откровенно и очень сильно, поэтому, как продолжение, я вот этот шансон, это вот как-то так, и вдруг Шафутинский играет, и песня, «Нескучный сад», и я прям сижу, и меня плющить начало, как будто дома оказался, и тут же я через лобовое стекло вижу, что там впереди стоит еще грузовик, здесь как бы все там, где-то костры горят, а мне там поет, что «Нескучный сад», я говорю, «Вот, Андрей, спасибо тебе большое», он еще раз поставил, и у меня с тех пор вот эта песня, я как услышал, прям пробивает, я чуть ли не до слез, «Нескучный сад». да, вот так он говорит, «Ну вот, я рад, что тебе не угодил, порадовал тебя». На следующее утро мы пересекли границу, ну, и я, конечно помню, как по весне показывали, там, или как в 88-м году показывали, как вот, выходят все красиво, там транспаранты все встречают, оркестр там, а мы выезжаем, ну, конечно, мы зачуханные в том плане, что как бы видок-то у нас был тот еще, конечно, красоты-то мы никакой не представляли, ну, и встречали нас также, соответственно, вот, типа, там, наверное, транспарант какой-то может был, там, люди с картоночками там стояли, человек там 10, может быть, вот и вся встреча, дальше встали, сказали, сейчас мы заходим в отстойник, и нас, как бы, будет проверять таможня, если у кого что-то найдут, а чего найдут, не учтен, какое вооружение, или еще что-то такое, то, как бы, считайте, что вы вместо того, чтобы домой, вы присядете еще лет на несколько, и что тут началось, стояли, как стояли, ну, хорошо, там вся территория, как бы, она огорожена, там, кругом колючая проволока, заборы, там все, это как бы не для гражданских, хотя потом у меня еще, я еще в каких-то газетах встречал, что, мол, там, в Тюрмезе, там, дети нашли какой-то патрон, и я думаю, не снаряд нашли, потому что там со всех грузовиков, вот просто валом начиналось выкидываться все, что могло только быть похожим на патроны, и патроны, и снаряды, ну, непонятно, не с гаубиц, как бы, а вот с БМПшек, вот это все, просто летело, там, невообразимых количествах, все вытряхивали, потому что сказали, если кого-то увидят, вы не представляете, что будет, то есть вы домой собрались, тут еще один момент хочу заметить, перед боевыми, мы же, это уже осень была, переходящая в зиму, и оставили всех парней, старослужащих, при всем моем неоднозначном отношении к некоторым из них, я хочу сказать, что отпустили осенников, только тех, кого взяли в армию из высших учебных заведений, а всех остальных, как бы, ну, как бы говорилось, что давайте мы проголосуем на комсомольском собрании, что, наверное, лучше вы с опытом останетесь на два месяца, еще, чем сюда заводить новых, и, конечно, все, как бы, проголосовали, ну, и понимаешь мозгом, что, да, конечно, лучше, как бы, я, который знаю все, здесь останутся, я не про себя конкретно говорю, мне-то еще, как бы, весной, но вот пацанов, мне, конечно, на них было печально смотреть, потому что все уже, вот, вот, все сейчас уже домой, и вдруг тебе еще два месяца, при, это самое, прилетело не на ровном месте, вот, но, никто не, не начал кричать, то есть, все пошли, и все в меру своих, как бы, сил достойно выступили, еще один, очень, как бы, странный, это как байка, такая, про, в той же самой ОНОВЕ, я не знаю, Сверидов, наверное, Михаил, он должен про эту байку слышать, или, а может, это не байка, короче, приходят на пост в ОНОВЕ, новый командир поста, и, говорит, так, делаем тот, а один сидит и не делает, говорит, ты что, боец-то, все как бы шуршат, а что с тобой, почему ты такой, он говорит, мне по сроку службы не положено, он говорит, какой срок службы не положен, ты что, сейчас у нас как бы все должны вкалывать и так далее, подумаешь, там, два года, он говорит, какие два года, я два с половиной года здесь езжу, меня никак спасти, спустить по спаста не могли, он так на меня посмотрел, чуть ли не потом отдельный борт организовали, а вроде опять же это такая молва, что получилось, что подстрелили офицера на этом посту, и потом сменные срод приходили туда, но как бы не до этого было, и не отслеживали по списку личного состава, кто как, чего, сколько служил, то есть личные дела, наверное, с личными делами тоже момент веселый, где они были, а где не были, можно там плавно перекатиться, так вот, правда, что ли, ну да, когда была возможность, здесь стреляли и не получилось идти, а сейчас здесь уже чуть ли не переслужил всех офицеров, все такие, ох, как бы самому потом не влететь так же, поэтому я еще раз говорю, когда вот ребята на лишние два месяца попали, конечно, мне не сладкое пришлось, ну, а мы, соответственно, как бы туда пришли, вот этих старослужащих уже, которые должны были еще осенью уйти, их сразу отдельно, и дальнейшая судьба как бы, ну, понятно, что их там по домам начали отправлять, прямо отсюда же, а с учетом опять того же, что выходили из нечеловеческих условий, я прям даже не знаю, как они, надеюсь, что они в достойном внешнем виде, потому что все готовились, там аппаратки, там карты, ну, а мы остались, да, нас пришли офицеры со штаба ВДВ, каждому пожали руку, выдали по часикам, там каким-то простеньким, вот, и сказали, все, теперь вы штампуете дальше в Кировобад, дальше, после этого нас отвезли на аэродром, и вот на аэродром у меня почему-то такое ощущение, что мы там чуть ли не три дня, сейчас я перечитывал, как бы там сказали, там типа сутки или там полутора на аэродроме сидели, типа Кировобад не принимал по погоде, но у меня осталось впечатление, что вот мы на вот такой же аэродром-подскок, и никаких там зданий нет, вот мы вокруг ИЛА там что-то ходим, какие-то там нам пайки привозят, то не при... Ну, в общем, все это было как брошенное, потом дали команду набиться, там набились в этот тыл, уж я не знаю, это туда мы летели, у нас двухэтажная палуба была, обратно просто, поэтому там друг на друга как-то, уж как могли, там, бились, я там под рампой лежал, вернее, сбоку от рампы, там нашел место даже, у меня маленький иллюминаторчик был, я еще даже сумел в окошко посмотреть. Прилетели в Кировобад, нас там встретили, и как надо... А, единственное, я так думаю, что позитивный момент вот от тех офицеров с часами, которые нас в Турмезе, это нас посмотрели на наш внешний вид, нам сразу дали команду выдать камуфляж, а камуфляж тогда не было его еще, и мы были первые практически, кто переоделся в камуфлированную форму одежды еще, очень хорошо качество было, через какой-то материал, пошив был воздушно-десантный, то есть, как бы, мы такие красавцы там, потому что нас первым делом повезли в Кировобаде в баню, в ночь, вот в ночи, как мы приземлились, никуда нас, сначала сразу с аэродрома в баню отмываться, потому что вид у нас был, конечно, ну, с гор, вид у нас был с гор, что называется, и все, дальше переоделись и уже в часть, и там начали обживаться. Но люди у нас волшебные, поэтому еще вот сколько дослуживал, условно говоря, до мая, у нас чуть ли не каждую неделю находили. То где-то найдут гранату, то где-то найдут патроны, то это самое. И все это постоянно было. То в одной каморке найдут, то в другой. То есть залет на залете. Было дело. Но это было что-то специально заначено или... Ну, специально заначено, конечно. Или просто закатилось? Ну, закатилось. Потому что, на самом деле, к оружию привыкли настолько, это было без оружия себя не... Как тебя... Ну, условно говоря, автомат у тебя прирос к спине. Это всегда было. И я понимаю, что, да, но могло ты себя как голым начну. Ну, в союзе начинаешь казаться. Да. Ну, кратенько. Мы вот еще два месяца, условно говоря, провели в этом самом, в Кировобаде. Да, из таких веселых вещей нам сказали, ребята, вы же десантники, будете прыгать. Мы такие, как прыгать? Мы уже парашют не видели там неизвестно сколько. Вы десантники, мы сказали, конечно, мы десантники. И все прыгнули нормально все. Хотя было страшновато, конечно. Потому что разрыв, перерыв между прыжками, он дает как бы там тему к опасению. Плюс еще рассказывали про Герания. Герания – это вот учебный центр, и там рядом прыжковое поле. Потому что там как бы не очень хорошая климатическая обстановка. И там нередки смерчи. Мол, последние там полгода назад рассказывали, что с Сана-2 люди прыгали. Ну, там перворазники были, только последний выпускающий жив остался. Остальные разбились. Из-за внезапно налетевшего смерча. Нам этого оптимизма не прибавило, конечно, такие рассказы. Но все, отпрыгали. Потом, уже завершая как бы славный путь того, что я видел, наших ребят, то есть меня и других сержантов, ну, не всех, конечно, в Геранино учебный центр на курсы молодого бойца, вновь прибывшее пополнение. Это основное массовое полка послали в Тбилиси. И у меня до сих пор осталось. Ну, ребята-то мне сказки рассказывать не будут. Потом я видел, как уезжали ребята. И когда там рассказывают, что теперь уже за границей которые товарищи, что типа десантники стреляли в мирных жителей в Тбилиси, у нас вообще не было оружия. Это даже, по-моему, там соперных лопаток-то не выдали. Извините, не надо мне сказки рассказывать. Я все, ну, и пацаны, которые приехали, они все рассказали, что как оно было. Наши были безоружные. И вот сказочек не надо. Направлено для тебя службы, я знаю, что у вас остался военный билет с подписью подполковника еще на тот момент в Остротино. Да, есть такое дело. С одной стороны, забавная история, с другой стороны, как бы очень приятно, что на память эта вещь осталась у меня. История случилась вот по какой причине. Когда мы еще летели в Афганистан, то в моры, мы туда прилетели, ну, вот с тем, как нас с учебки все обмундировали, все, что дали. И потом, когда мы все уже из моры улетали, ну, переночитывали, из моры улетали, еще рампа открыта у самолета, заходят два или три офицера, ну, один там таможенник, ну, это совсем формальная вещь, а второй был офицер ВДВ, и с ним там тоже, там капитан-майор, условно говоря. Говорит, приготовили все документы, всем раздали к конвертике, все свои документы положили в конверты, и когда по второму кругу пройдет офицер, вы свои документы в конверте отдаете ему, ну, и написали фамилию там на конверте. И у себя можете оставить только комсомольский билет. Ну, я так и сделал. Отдал, все хорошо, взлетели, полетели. Проходит, условно говоря, полгода. И ко мне подходит и говорит, Михаил, а ты что у нас делаешь, уже вонове, в каком смысле? Она говорит, ну, ты вообще, где твои документы, ты кто у нас такой? Я говорю, вообще, я как-то это, она говорит, твоих документов нигде нету, ты, может быть, там военный билет, там еще какие-то сопроводительные документы, а у тебя ничего вообще нет. И мне тут начинает в мозг биться вот эта история про того волшебного человека, который два с половиной года просидел на посту, и я думаю, сейчас мне начнут, там совсем не хочется оставаться еще на сверхсрочной документы. Она говорит, так, ну, а что у тебя вообще? Я говорю, вот комсомольский оставили, ну, как вы сказали, вот он у меня есть. Ага, посмотрели, так, ну, хорошо, хоть что-то есть. Короче, будем восстанавливать тебе документы. Ну, а в ИНВ это по определению невозможно, потому что там никакой сопроводиловки ничего нету, никакой ни ЖКХ, ни фотографии, ничего. Когда вывелись в Баграм, там мне говорят, ну, все, давай сейчас ты съездишь в соседнюю дивизию, там 108-й, по-моему, пехотную, и там был фотограф, условно говоря, он тебя сфотографирует на военный билет, и потом ты как бы напишешь объяснительно, как ты военный билет утерял. Я говорю, подожди, как я утерял, у меня его забрали? Не-не-не-не, в армии такого не бывает. Ты его, значит, ты москвич, москвич, у тебя со сложением все хорошо, литературу любишь, вот сядь и напиши, как он у тебя там пропал. Вот, и я сел и написал такую историю, потому что, как бы, одно написал, что, говорю, вот это, нет, не пойдет, потому что там, что такое, пришли, там, забрали тебя, нет, и давай вот что там. И написал историю, ну, просто сейчас оно забавно звучит, звучит о том, что там на зарядке, как бы, я спал в форме надежды номер два, как бы, снимаю верхний китель, там, в котором был военный билет, там, и документы, то я его, как бы, сложил, положил на бруствер, пошел на спортгородок, значит, начал там подтягиваться и делать разные акробатические упражнения. В это время начался минометный обстрел, что абсолютно верно, минометный обстрел абсолютно, как бы, нормальный. И, в общем, несчастная мина, вернее, счастливая мина, прям попала ровно в мое обмундирование и разнесла в клочек как одежду, так и, соответственно, документы, без которых я теперь оказался. Вот так он говорит, во, ну, вот можешь же, когда задача будет поставлена. Вот, и в результате мне сделали дубликат военного билета, и на нем, во-первых, там фотография времен службы, соответственно, там, в тельняшке, я такой молодой и красивый, ну, и подпись гвардии подполковника Востротина. А это, это вот память на жизнь основная, да, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, о наградах. Чем вы были за Афганистан награждены? Ну, за Афганистан я был награжден медалью за боевые заслуги, но по совокупности я подозреваю, что это все-таки за НАВУ. Там получилось как бы тяжело, ну, с награждениями достаточно плохо у нас было, ну, как бы, как самая залетная часть, ну, залетная часть внутри полка. Очень мало награждали. То есть, если у солдата одна медаль есть, то это как бы вообще очень здорово. Ну, либо давали за отвагу, либо за боевые заслуги. Вот. Мне, как сержанту, еще наградили афганскую медалью 10 лет Саурской революции, Апрельской революции, но поскольку, как бы, она не актуальна. Государства того нету. Ну, дальше, как у всех, это 70 лет вооруженных сил СССР от благодарного афганского народа, ну, это все получили. Ну, и грамоту от Верховного Совета СССР. А, ну, да, вот чем еще горжусь. У меня есть, опять же, на память фотография на знамение полка. Это тоже поощрение. Это, конечно, боевая награда, но это поощрение, да. И пусть она не равна медали, но это хорошая память. Как, в общем, на ваш взгляд, награждали сообразно содеянному или, как положено, непричастных? Я скажу так, что вот, читая сейчас, ну, за прошедшее время воспоминания, я очень, после службы, меня очень сильно начало волновать, как наши деды и отцы сражались во время Великой Отечественной войны. И мне как раз в это время пошли книги, мемуары, воспоминания рядовых, то есть, понятно, что с командирами, но там все, как бы, там такие глобальные вещи, там эскадрон сюда, эскадрон туда, полк там, дивизия здесь. А вот именно солдат и сержантов, вот это как бы вот пошли воспоминания лет 15-20 назад, и мне было очень интересно читать, и я могу сказать, что как там награждали, так ничего не изменилось и до сих пор, что кто ближе, тому больше, кто дальше, тому меньше. Это факт. Но, с другой стороны, как бы им нет жаловаться. Я вон смотрю, много ребят, которые служили, так вообще ничего, так что, но есть те, которые сможешь, думаешь, откуда, откуда, потом приглядываешься и понимаешь, откуда. Обязательный вопрос, который всем гостям задаем. За прошедшее время после войны наверняка как-то оценили ее итоги, результаты, необходимости и нужности для страны. Что по этому поводу может сказать? Ну, я здесь, наверное, поддержу точку зрения ту, которая говорит о том, что пока мы были там, то того безобразия, которое потом под брюшью к нам подползло, его не было. И у нас была официальная версия такая. Нам объясняли так, что если бы не мы, я уже много читал, что это как бы типа подпущенная там дезинформация американцами, но как бы у нас на почти официальном уровне объясняли, что если бы не мы туда пришли, то американцы там бы очень уютно разместились. Что из этого вышло, как бы все видят. Единственное, да, я, конечно, как бы есть, когда мы находились, опять же, вот у меня хороший такой период есть в Ванове, а потом, когда мы начали ездить по Афганистану. В Ванове там у меня как бы война практически каждый день была, то есть обстрелы, мы стреляли, по нам стреляли, а потом начали ездить. Я чуть-чуть больше увидел, и, во-первых, увидел, меня сильно поразило, какой трудолюбивый народ на самом деле, потому что там делать вот вопросы с орошением любой почвы, это там такие, ты смотришь, просто понимаешь, что это даже за 10 лет нельзя сделать, за 20, это, наверное, столетиями строились вот эти вот рыки, как у них там поднимали, пытались в воду, это столько выложено труда, то есть с одной стороны, с другой стороны по-прежнему феодальное общество. Вот сейчас я скачусь, боюсь, в политические оценки, в том плане, что куда мы сейчас феодальное общество тоже скатываемся. Случилось так, как случилось, и принято решение, которое о вводе войска, но его оценивать там, безусловно, как бы решение о вводе войск принималось по комплексу информации. Я не жалею о том, что служил. Я считаю, что мы принесли много пользы, и духи, которые, которым мы противостояли, я понимаю, что, понимая, что и достаточно много пропаганды было правильной. Например, в той же самой ОНАВЕ, к нам, сейчас я уже не помню, какой офицер, политработник там, нам объяснили, что, ребят, по поводу к врагу или еще что-то, или куда-то ходить за колючечку, которая вас окружает, это очень чревато, и показали фотографии тел наших советских солдат, которые, как бы, что оставалось после того, как их находили. Ну, поэтому, как бы, желания не возникало вообще никакого, да и все были нормально мотивированы. Понятно, что кто-то хотел больше, кто-то хотел меньше служить, но все понимали, что находимся на своем месте. У нас накопилось немало вопросов от зрителей. Предлагаю вдумчиво пройтись по всему списку. Ощущали ли вы, что служите действительно самому воюющему полку ВДВ, а об этом как-то вам рассказывали, может, подчеркиваю ли, особую принадлежность, какая-то гордость за это была у вас? Да. Ну, во-первых, еще раз подчеркну, что мы это чувствовали и на себе, что сидеть там месяца два или три, и не ходить на боевых, ну, это для нас, нет, не про нас было. Как я говорил, что несколько раз было так, что ты вечером приходишь и даже не раздеваясь, условно говоря, не сдавая оружие в брониках, причем не получая даже матрасов, вот просто на панцирные сетки на место, на своей кровати, легли, заснули и утром и на следующую поехали. Поэтому на своем горбу мы вот это, опять же, еще раз, чтобы было нет, мы не спецподразделение, которое как бы выполняет какие-то там задачи, которые там на расхват. Но мы, условно говоря, как говорят про воздушно-десантные войска, это та же самая пехота, но, условно говоря, с парашютами. Но да, у нас мотивированность была гораздо больше, и оно еще подчеркнулось вот таким моментом. Опять же, на совести наших офицеров, я это оставлю, но нам говорилось так, ребят, у нас вот рядом есть как бы просто пехотные подразделения, но нам говорят, что, слушайте, давайте мы лучше с полка 345-го получим роту на сопровождении, например, колонн, чем с пехоты получим там, условно говоря, батальон. То есть, именно вот один к трём вот это было, вот это у меня очень четко засело в голове. То есть, это или там, условно говоря, батальон, лучше вы дадите свой батальон, чем полк. И духи, кстати говоря, об этом тоже знали, потому что про нас знали, что мы будем сражаться до последнего. То есть, это подтверждено и другими историями про то же самое высоту на операцию «Магистраль». То есть, у нас настрой был вот такого, что сдаваться не будем точно. Вы заходили в Афганистан уже в конце войны. Ваш призыв, ваши сверстники, как вы относились к понятию «интернациональный долг»? В этом было что-то вот такое естественное, или это считалось некой там политической надумкой? Ну, я, опять же, не буду за всех говорить. Вот у меня это было понимание, что да, я там нужен. Конечно, оно потом поломалось. Честно скажу, потом, когда начали ездить, и мы проезжали там через какой-то городок или там поселок, и вдруг дети там кидаются камнями в машину. И для меня это был шок, потому что как так мы от духов вас… То есть, у меня это было вот, ну, как бы я, ну, или нормально, я советский человек, как бы советский паренек, там, комсомолец. Для меня это было не пустой звук. Нередко говорят о братстве, которое складывается во время войны, и что дороже вот этого братства и товарищества ничего в жизни нет. Об этом вспоминают с теплом. Эта дружба, она чаще сохраняется или чаще нет? Может быть, это какие-то слишком специфичные воспоминания, родным и близким их не понять. Встречаетесь с самими служивцами, поддерживаете какие-то контакты? Да, поддерживаю. И вот у меня, я фотографию там передал, если будет уместно. Это вот ребята с моего взвода, с один, там, Коля, мой друг, он был у меня наводчиком, стал командир орудия на соседней, там, я ему сильно помогал. Другие ребята, там, Сергей Безденежных, Андрей Галкин, Владимир Баринов, и мы до сих пор поддержим, там, вот, с Володей Бариновым я практически там по работе, получается, он в Калужской области живет, я мимо него есть там езжу, звоню, если он там, то мы можем пересечься и там чаю хотя бы просто попить с ребятами там из других городов. Ну, там, когда они в Москву приезжают, то это без вопросов ко мне, то есть это даже не обсуждается. С другой стороны, вот, как бы, более общий его, вот, там узнать, что афганец, но тут, как бы, есть вопросы. То есть, где, как, чего, вот, потому что все по-разному слушают. Как себя ощущаете? Вполне как десантник или как артиллерист? Десантник, конечно. Потому что, ну, условно говоря, артиллерист – это специализация, она могла быть какая угодно. Ну, в первую голову, конечно, десантник. Как часто купаетесь в фонтанах? Вот я боюсь, что, наверное, даже ни разу. Хотя никакого у меня нету вот неприятия, я скажу больше. На один из вот фотографий с Вастротиным, где есть, то как раз очень много говорилось, что вот там десантники, они такие, слушайте, давайте-ка вы не будете определять, какие десантники. Десантники сами определят. И поэтому, вот, Валерий Вастротин, он как бы сказал, а у нас, вот это, мы с ним встречались на ВДНХ, такой год был, и он пришел к форуме, там фотография осталась, и он говорит, а у нас, говорит, принято купаться, разделся, снял фуражку, мы подержали, он нырнул. Мы не нырнули, он нырнул. И вылез. Мы же говорили. Но он, правда, переоделся, он подготовился, не было во что переодеться. Поэтому, вот, как бы мне, давайте-ка, вот, мне вот эти вот разговоры досужие, там, они будут сидеть там на теплом диване и решать, кому нырять. Не ваше дело. Как защищали колени и локти на задачах? Вообще такая тема, она как возникала? Нет, нет, это я смотрю, только последние там десятилетия появилось, ничего такого не было. После возвращения на родину вы сталкивались с какими-то проявлениями так называемого военного синдрома? Да, наверное, было, потому что у меня было странное такое ощущение, я когда вышел, опять же, я это связываю с непонятными, не до конца понятными вещами, когда пришел сюда, на гражданку, у меня было такое ощущение, что я неубиваемый. Я, условно говоря, так, так, с шуткой, Дункан Маклауд, у меня невозможно, я не буду жить вечно. Это долго длилось, это длилось, там, года два или три. И я помню, в какой момент это прекратилось, это как будто выключили вот так вот. Я переходил улицу, а это доходило тоже до идиотизма, я ничего не могу сказать, доходило до идиотизма, то есть я мог переходить улицу, не глядя налево-направо, машина есть или нет, я просто знал, что ничего со мной вообще не произойдет. И вот я перехожу, буквально дошел до осевой разделительной, и меня отпустило. Я вдруг увидел машину, я вдруг понял, что меня могут сбить, и началась еще, как бы реакция психики, она волшебная. Началось, что я начал себе, я понял, что я испугался, я начал себе доказывать, что я не имею права бояться. И тут пошло вообще, то есть я во все тяжкие ударился, и если, условно говоря, была ситуация, в которой просто при спокойном ее можно избежать, я наоборот шел на пролом и обострял ее до состояния, чтобы первым ударить. Ну, это не могло, не обязательно физически, это может быть морально, но просто я начал обострять все еще до невозможности. И вот это шло совсем долго, там мне десятилетия, наверное. И потом я просто понял в какой-то момент, что если я буду идти дальше этой дорогой, то либо я кого-нибудь убью и сяду, либо кто-нибудь убьет меня. И мне не захотелось ни того, ни другого. Я начал искать пути решения этой проблемы и решил, надеюсь. У вас было ощущение, что вы с войной вернулись другим человеком? В окружении своих друзей понял, что я вернулся другим. То есть я-то нет, а друзья мои на меня смотрели. Вот те, условно говоря, компании из пяти человек, мы все в мае ушли и через два года все в мае пришли. Из них, к сожалению, мне удалось сохранить именно дружеские отношения с одним из своих армейских друзей. Но тут тоже интересный момент. Он служил на иранской границе, пограничникам, и по нему тоже стреляли. И у нас глаза оказались об одном, что называется. Потому что, когда, понятно, все пришли с армии, а что у тебя, как ты начинаешь рассказывать, я прям физически вижу, что у него глаза становятся рыбьи. То есть у него мозг начинает не воспринимать то, что я говорю, и он просто там, ну то, что он говорит, вроде как поддакивает, а реально он не слышит вообще, что я говорю. И вот это было очень тяжелое открытие. Ну вот, как бы через это я понял, что что-то изменилось. Что ваша мама сказала, когда вы вернулись? Ну, она сказала, что все хорошо. Ну, я ей, конечно, тоже. Тут, понятно, мы всех мам бережем. И понятно, что уже времена были не те, что писать, что я там в ГДР или где-то. Это уже пройденный вариант, уже сто раз про это как бы говорилось, но в нашем кругу, условно говоря. Поэтому я писал письма, например, что «Ой, мама, я попал тут, да, мы тут от границы совсем стоим, у нас тут военная база, мы только оружие чистим, мы никаких даже, да никаких там афганцев никогда не видели, то есть ты не переживай, как бы, да, вот тут мы поедем принимать новое вооружение, может быть, месяц не будет писем от меня, ну, это ничего, это мой союз, ну, то есть вот такой Лабудень, условно говоря, писал, и когда мама дождалась, она говорит, ну, я-то понимал, что ты меня заливаешь. Я сказала, ну, все хорошо, что вернулся, а вот ее сестра близнец, моя тетя, она сказала, мама очень сильно постарела. Как называли в Афганистане противником, вот в мое время во всех газетах фигурировало только слово «душман», потом появились мажахеды. Нет, нет, душара. А себя как называли? Это бойцы как-то, вот как мы бойцы-бойцы, ну, как мы понимали, что у нас шурави, ну, там бывало такой смешной шурави-контрол, ну, это, как говорили, советский, значит, пост там или там командор, ну, это так вот, это, ну, это обращение до афганцев в нашу сторону, там, командор, если солдат, то он обязательно командор, понятно, что он не командир, но он командор, как бы, а это так, стоп, там что, ой, шурави-контрол, ну-ка, давай сюда, то есть вот так. Артель. Таким было обиходное название для артиллерии в Афганистане? Для меня поразило, все там говорят «арта-арта», что за «арта», для меня термин «арта» вообще не существует, не существовало никогда, про нас всегда говорили «артель», то есть у нас в полку «артель» все понятно, все знают, о чем говорить, и для меня существует слово «артель», «артиллерия», «арта» – это как это, не наше слово». Что касается употребления наркотических веществ в войсках, с такими приходилось вам сталкиваться? Конечно, это как грязь. Ну, мне повезло, что я этим вопросом не занимался, я просто в армии не курил, наверняка у меня получилось, что вот когда ванове я через ночь стоял, то для меня специально была выдана пачка беломора, если я почувствую, что я начну вырубаться, я должен покурить этот беломор, тогда офигеваешь и приходишь в себя, с учетом того, что я не курящий, то это было действенное, но так не курил. А все, кто, скажем так, все, кто просто курили сигареты, то так или иначе прикоснулись к этому вопросу. Про сон на посту приходилось с такими явлениями сталкиваться, если приходилось, то как они наказывались? Ну, это вот, ковроса москвича, это вот второй парень, который был из Москвы, и мне, ну, тут двоякая такая штука была, он заснул на посту, меня, ко мне приходят старослужащие и говорят, ну что, твой земляк-то спит? Как? Выхожу в блиндажок к складу, он, правда, сидит и спит, оружие, автомат я у него беру, он все отдает. Ну, я разрядил автомат, и этим автоматом отходил его, прикладом, ну, просто за ствол брал и бил, потому что бил и говорил, а что ж ты делаешь? Он говорит, не, не, я не сплю, я говорю, как ты, сейчас нас всех вырежут, нахрен. Ну, этот вопрос как бы не старослужащий, это вопрос как бы просто, да, из-за такого человека просто всех вырезали бы, ну, и все. И здесь вот как бы кто бы он угодно был, абсолютно отходил бы и не стал бы себя за это корить, и не буду. Очень много вопросов о художественных фильмах, в основном про 9-й рот ему задают вопрос. Ну, мерзопакостный фильм, ну, он просто мерзопакостный фильм, он снят не для Федора, а не для, там, там хорошо, конечно, звучит слово «анава», это прям удивительно, но там такая клюква, ну, это невозможно просто смотреть, ну, мне невозможно. А с точки зрения пейзажей там что-то похожее? Ну, пейзажей что-то может быть похоже, но и сам сценарий никуда, ни про что, и самое мерзкое то, что там забыли, там, забыли по-другому. Забыли про всех нас сейчас, и они там, там за каждого человека боролись, и там, условно говоря, меня даже немножко не стало, чтобы удивляло, но я вот это очень подмечал сильно в том плане, что там за тело погибшего бойца могли положить еще несколько бойцов, но это обязательно, а уж живых забыть, ну, это вообще-то, это просто не, и за это мерзость нет, то есть, это мерзкий фильм. Ваше общее впечатление о том, какое были на войне, оно в каких тонах, в какие краски оно украшено, это что-то темное, мрачное, серое или яркое? Черно-белое кино, какие-то вспышки есть, конечно, вот, вот, ну, это, как тогда вот показали, нет, я сейчас уже не настолько вот, тогда показали гражданскую жизнь, а сейчас, нет, я это, как бы, это вот со мной не уходит, но я с ним живу вполне, я понимаю, что могло быть гораздо хуже, я считаю, что я достаточно нормально адаптировался, скажем так, вот, могло быть хуже, потому что, например, у меня, вот я, когда первое, на 1 августа 89-м году пришел в парк Горького, у меня вообще никого с полка не было, я потом уже узнал, что как-то по-другому собираются там, и все такое в другом месте, а я тогда пришел и, как бы, там, с медалями, а и никого нет. Я познакомился с ребятами из своего полка, было 5 или 6 человек, и вот уже 10 лет как их никого нет вообще, то есть все умерли, так или иначе, погибли. Вот такая вот история. Поэтому в жизни, она, да, мне вот что-то вот здесь нужно. Знаменитую фразу, мы вас туда не посылали, доводилось слушать? Более того, и такую доводилось, еще слушать, ну, славно говоря, я не скажу скрывать, но очень сильно не афишировать пришлось. Почему? Потому что я, когда пришел на работу, самое-то смешное тоже в токарный цех на Дорогомиловском химическом заводе пошел, ну, чтобы потом перевестись в институт при заводе уже техникам-технологам по этой работе, нужно было отработать, там, несколько месяцев, там, полгода, там, может быть, три месяца. Я в токарном цехе работал. И я как-то подхожу, ну, все нормальные, как бы, ну, понятно, чуть-чуть повзрослее, там, основной контингент, есть совсем как бы там, но как-то раз разговор такой я застал, что а этих афганцев, они вообще, их вообще надо всех в резервацию, а не им человека убить как два пальца, ну, вот такое было сказано. Почему это было сказано парню, который, ну, опять, может быть, там, на шесть лет меня старше, я так подошел, когда они о чем-то спорили, там, разговаривали, я так же как подошел и так тихонечко и отошел, а потом мне один говорит, Миша, а что у тебя с лицом-то такое побледнел сильно, ну, потом я ему рассказал, он говорит, ну, ты, говорит, ты его не слушаешь, он дурак, но это было, и это как бы не единожды, поэтому я как бы не афишировал. Вас вообще кто-то распрашивал о том, как вы были на войне? Нет, это никому не нужно. Может быть, друзья, родственники? Ну, про друзей я вот говорю, ну, не в пьяном виде, а в подшофе, как бы, там все же рассказывают, и я понял, что люди не понимают просто этого, это, почему я, опять же, вот то, что сейчас рассказываю, я в большей степени, наверное, есть вот энтузиасты или понимающие, как вот тот мой друг-пограничник, который сам чего-то пощупал. Ну, в большей степени для своих детей, чтобы они, им будет когда интересно, когда они дорастут до этих тем, чтобы они могли папу послушать. Ну, а так никому это не нужно. А потребность такая была, об этом рассказать? Да. Все это время специнформ продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Для связи по этому и прочим важным вопросам используйте, пожалуйста, наш электронный адрес. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» мы познакомим вас с новыми военными историями ветеранов Афганистана. Еще целый ряд интервью сейчас находятся на стадии подготовки к монтажу и на монтаже. Новые выпуски цикла «Мы воевали в Афгане» неотвратимы. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на вашем экране. В завершении выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!